Ну что, здравствуйте, друзья! Здравствуйте, я всех вас приветствую! Начинаем работать. Давайте проверим, что да как. Пожалуйста, в чате поставьте, как меня слышно видно. Слышно видно плюсики, пятерочки по пятибалльной шкале. Если у кого-то что-то нет, не работает, пишите. Итак, музыки пошли. Здравствуйте, друзья! На связи Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. Наш сезон набирает обороты. Всем добрый вечер, друзья! Всем добрый вечер! Ну давайте познакомимся. Я тут посмотрел, да, перед вебинаром регистрации из Дальнего Востока, из Сибири. Ребят, давайте напишите, пожалуйста, кому не лень, кто откуда. А я вам пока посмотрю, сколько у нас народу. Ой-ой-ой, почти тысяча человек. Во всяком случае, активно сейчас в чате. Вот так вот наболело. Ну, я понимаю, что есть люди, кто меня уже давно знает. Сразу обращаюсь, ребят, к тем, кто меня знает, кто уже получает результаты. Просьба, чтобы не было предрассудков, не пишите в чате ничего. Я имею в виду тех, кто уже в курсе, что и как. Не надо писать, типа, доверьтесь Дмитриевичу, не нужно, не надо. Потому что это нехорошая практика, вас потом замучают вопросами. Я и так, собственно говоря, никогда на себе тюняшку не лову. Моя организация вполне успешно существует, и не первый год. И мне доказывать, что мы умеем работать и знаем, как это делается, не приходится. А вот, и так, я вас попросил бы, знаете, что сделать, ребят? Напишите, кто откуда. Регион, город. А я посмотрю, как у нас сегодня с географией. Кто собрался сегодня в чате. Кому это интересно, кому может быть любопытно просто. А кто-то действительно измучился, измаялся и правильно для себя решил, скажем так, прийти. Итак, пожалуйста, кто откуда, кому не трудно, напишите, пожалуйста. У нас сегодня две вебинарные комнаты. Как всегда, мы работаем в две комнаты трансляции. Я вижу, в одной порядка 300 человек, в другой порядка почти 800 человек. Ага, вот, активизировались уже. Здравствуйте, здравствуйте всем. Итак, давайте посмотрим, кто откуда, кто из каких регионов. Дальний Восток, приветствую. Мой родной Владивосток, в котором я прожил 40 лет. Сейчас живу в Санкт-Петербурге и работаю здесь же. Вот, Челябинск, здравствуйте. Вот у кого-то два выигранных суда. Я вас поздравляю. Уфа, привет. Череповец, здравствуйте. Еще Челябинск, Камин-Уральск, Уфа. Ну, больше Сибирь, я смотрю, да, у нас сегодня Ульяновск есть. Здравствуйте, это Коми-Сосногорск, Санкт-Петербург, друзья. Отдельный привет землякам. Волжье, Ульяновск, Калининград. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Я всех вас рад видеть в Тольятти, Волгоград, Константин Сургут. По-моему, уже был этот человек у нас не первый раз. У вас Северный Кавказ, Коми-Сэкт-Петербург, отлично, отлично. География, скажем так, широкая. Отдельное приветствие мое всем тем, кто за пределами трех часов разницы, плюс это уже Сибирь и так далее, за вашу стойкость, за вашу преустремленность и, в конце концов, за то, что не складываете руки и готовы действовать. Это я обращаюсь к тем, у кого, скажем так, грустная ситуация с кредитами, не знаете, что и как делать. Давайте сейчас техническую часть обозначим, чтобы нам всем было проще, мне в первую очередь и вам интересно. Ребят, чтобы у вас не было каких-то недопониманий, чат всегда запаздывает. То есть, вы меня видите с 40 секунд, где-то с минутным опозданием. Так устроено специально, вот Украина даже есть, Харьков. Так устроено специально, дорогие мои друзья, что это противодействие всяким этим флоду. Пишут же, насколько, как говорится, у Ван УД отдельный привет, у вас там ночь уже, у Мокрая тоже, да, спасибо за видешку. Пишут, что попало в чате, всякие бестолковые посетители наших вебинаров, в надежде сбить меня и так далее. Да, это гораздо сложнее вести вебинар, когда всякую ерунду пишут. И еще раз говорю, 40 секунд, минута. То есть, прежде чем все увидят сообщение, первым его увидят мои модераторы. И примут решение, пропускать это сообщение или нет. И если, я сразу предупреждаю, вот этих вот троллей всевозможных, кто здесь, а может быть представители коллекторских структур. Хотите послушать? Слушайте. Я всем рад и готов, как говорят коллекторы, конструктивно общаться. Грамотная критика всегда приветствуется. Но если будет плод, если будет хамство, оскорбление, любого рода, без предупреждения баним человека, то есть человек не будет больше возможности у него вообще появиться. на наших вебинарах, и он будет заблокирован автоматически во всех наших ресурсах. Я имею в виду в группе ВКонтакте, ну, там много моментов, да, но не нужны нам вот эти вот персонажи. То есть, еще раз, двух словах, чат с запозданием, поэтому не пытайтесь, мы видим раньше всех чат и модерируют. Ну, и в то же время, для тех, кто недопонимает, почему вот писанина в чате отличается от воспроизводимого текста, еще такой есть момент, у каждого определенная скорость интернета, да, мы работаем в Google Hangout, и он достаточно хорошо передает сигнал, а у вас уже может быть задержка из-за скорости интернета. Поэтому может отличаться то, что я говорю, от текста в чате, да, но сразу еще раз, ребят, говорю, огромная просьба, давайте, значит, чтобы было понятно и интересно всем, в чате не писать, что попало, и даже в формате нашей темы. Ясно, что флот мы удаляем, а вот не в тему моего повествования, лучше не пишите, сразу говорю, лучше слушайте. Это гораздо интереснее, полезнее, и легче воспринимается информация, потому что одно дело сидеть и свои думки, мысли гонять, совершенно другое слушать меня, да. Я сейчас не претендую на звание гуру какого-то, да, просто я не первый вебинар, и далеко не десятый вебинар провожу, и поверьте, с участниками вебинара не один час переговорил лично, я понимаю, что основной результат будет в том случае, если просто сидим и слушаем. Но это не означает, что мы не будем вообще писать ничего в чате. Чат для этого и существует, чтобы вы отвечали на мои вопросы. У нас диалог, я напомню, не монолог какой-то, а именно диалог. То есть я буду вас иногда просить, вот как вот попросил, познакомился, когда с вами, про города рассказать, кто, откуда, когда я спросил о качестве звука, то есть я буду задавать какие-то простые вопросы и просить вас ответить. Владивосток, отдельный привет, это мой родной город. Прямо так и говорю, Владивосток, прям останавливаюсь, говорю, Владивосток, отдельный планинный привет. Включаю, поскольку, обязательно приеду. Ладно. Вот. Значит, что я хотел, да, продолжаю. Поэтому я буду вас спрашивать, и на раз, и для простоты, там будем цифрами общаться, то есть буду просить, там по пятибалльной шкале что-то отметить. Пожалуйста, принимайте участие в этой нашей встрече, это будет действительно интереснее, полезнее и мне легче. Я буду чувствовать вашу энергетику, я буду чувствовать ваш настрой. Смотрите, что будет, техническая часть пройдена, теперь мы должны по расписанию продержаться. Три дня. Кто-то, если не понял, то вот сегодня у нас где-то два часа с хвостиком мы поговорим, завтра два часа с хвостиком и после завтра третий день, день вопросов. То есть у нас каждый день мы немножко в конце вебинара будем тратить время на вопросы в чате, я буду по возможности отвечать, а третий день просто одни вопросы будут. Так, вот пишет, что со звуком кто-то, давайте по пятибалльной шкале, ребята, оценим качество звука, пожалуйста, если нет, я микрофон просто поближе по пятибалльной шкале, качество звука, друзья, пожалуйста. по пятибалльной шкале, так вот. так вот видите пятерочка четверочка но еще раз повторю все очень может быть так что на вашей стороне что-то притормаживает если у кого-то идет бул это сто процентов на вашей стороне это действительно ваши проблемки всегда рекомендую наушниках если в наушниках что-то но что-то с вашими может быть динамики но вот смотрите доказательства пятерок большинство давайте вот сейчас я микрофончик поближе сюда смотрите раз-два-три раз-два-три пожалуйста как сейчас поближе микрофончик сейчас я повесил звук отлично вот видите все таки так бывает что на чьей-то стороне от на ваших ребят так или иначе лишь бы не двойка да по звуку было здесь уже надо работать как есть 95 процентов результат получаю отлично хорошо ну что и теперь переходим к основным нашим моментам вопросом дорогие мои я хочу понимаю что кто-то здесь из находящихся ребят уже не впервые со мной пожалуйста пожалуйста кто мне сейчас нужно понять кто впервые меня слышит видит поставьте пожалуйста ну давайте так пятерку а те кто знаком с моей деятельностью а там с канала youtube либо уже может быть на мастер-классах на наших бывал там юридическая защита и пускай это будет четверка и так кто впервые меня пятерка кто познакомиться пришел со мной а кто меня знает хоть как-нибудь слышал видел общался со мной может быть даже четверочка вот смотрите не знаю чему радоваться я изо всех сил благодарю всех преданных то четверочки ставят кому интересно и я заранее вам благодарен за ту критику которую вы всегда выкладываете моих соц сетях для меня и все такое примерно вот смотрите сначала пятерки пошли а потом четверочки четверки это такие ну скажем не совсем понятно кто-то действительно уже и клиенты студент наших курсов а кто-то партнер вообще на в регионах и эти люди я уже даже не знаю не сидят не ставят потому что мы общаемся и так живу по телефону все время я приезжают командировки к этим ребятам это отдельная история сегодня кстати говоря и завтра и послезавтра мы о сотрудничестве обязательно будем разговаривать кстати говоря кому интересно сотрудничество сразу говорю не бесплатно ребят я понимаю ваш интуистический наклон а именно помогать людям но вот не из этой позиции кто хочет заработать зарабатывать по-настоящему хорошие денежки не голословно я сейчас не в коем случае не пытаюсь скажем так вам что-то продать я интригу нашел мне самому любопытно что очень много в этот раз перед этим вебинаром было вопросов сотрудничество 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 давайте цифру 10 кому интересно сотрудничество с нами именно с точки зрения нормального человеческого от человеческого на мой взгляд это заработок заработок хороший заработок и пожалуйста ребят это очень важно очень важно потому что когда мне пишут я не менее нужны деньги я хочу просто помогать людям с такими людьми даже не продолжаю диалог пока он мне не напишет я выпишу только честно напишите почему вы хотите и вот когда я вижу что человек устал от безденежья а либо ему надоело рутинная работа и он хочет заниматься интересным делом и в то же время помогать людям а это действительно важно я не отрицаю этого вот тогда мы включаемся в диалог и все остальное ну ладно об этом мы будем немного позже разговаривать я сегодня презентую вам наш мастер-класс который это уже будет девятый поток друзья мои девятый поток вот мы набираем клиентов постоянно каждый поток минимум 100 200 человек вот у нас уже девятый поток сегодня будет предложено вам ну ладно хорошо теперь как я и говорил от технической части мы перешли по расписанию и мы понимаем как будет выглядеть наша беседа сегодня диалог и все переходим конкретно к ситуации было очень много вопросов а до вебинара как и всегда меня это не удивляет и были мы сформировали как всегда мы это делаем и в очередной раз мы даже уже говорили со своими помощниками да не надо евгений что он вот этой рукой заниматься всегда людям одно и то же интересно но все же я честен перед своими зрителями перед аудиторией и я вас буду спрашивать во первых я сейчас буду называть часто самые часто встречающиеся темы которые задавались вопрос и хочу от вас увидеть в чате скажем так реакцию то есть какую реакцию надо нам это затрагивать сегодня или не нужно чтобы мы не тратим а вдруг мы допустим не хотим этого делать и так самый основной вопрос коллекторы коллекторы что делать с коллекторами как себя вести с коллекторами и так кому интересно ставим цифру 10 кому интересна тема коллекторов как с ними работать что они на что они имеют право на что не имеют право как с ними вообще взаимодействовать и как это все публика устроена кстати говоря сегодняшний вебинар будет много по-другому преподнесен с точки зрения деятельности коллекторов потому что 230 федеральный закон вступил в силу очень много вопросов и там изменилась деятельность коллекторов когда я раньше говорил что коллектора может стать любой из вас теперь цена точнее не так-то просто стать законным коллектором это немного меняет окей интересно второй вопрос который часто встречался возврат комиссии страхова незаконных удержан незаконно удержанных вот кому это интересно то хочет научиться понять точнее можно ли вообще претендовать на какие-то не еда от банка насколько это актуально цифр к 9 то есть вы понимаете да чем вещь кто-то думает что все хорошо на самом деле я вас заверяю вас очень сильно ограбили момент как только вы подписали договор вы были ограблены обороны и самым наглым образом цифра 9 сейчас слышите на ребят 9 кому это интересно как вернуть деньги страховки можно ли вообще это сделать на каком основании а пожалуйста цифра 9 вот александру все интересно заведомо ну потому что действительно видимо понимаете что тема кредиты поэтому я должен спросить что бывало так что некоторым было неинтересно слушать как устроена работа кредитных юристов то есть нас по-настоящему естественно любой из вас может обратиться к нам за юридической защитой а кто-то может сказать я не хочу я пойду к другим людям и я всегда рассказывать пытаюсь как на что обратить внимание как должны работать юристы по какому алгоритму кому интересно как устроена работа кредитных юристов не антикорректор не адвокатов а кредитных юристов пожалуйста цифра 8 цифра 8 пожалуйста да не давали кредит без страховки но понимаете вы имеете право слова право воли изъявления если вам дали этот кредит со страховкой как я вперед забегаю вы можете страховку вернуть после получения кредита кому интересно как устроена работа кредитных юристов причем сейчас появились кое-какие изменения такие знаете неоднозначные с точки зрения понимания ситуации где мы раньше ставили приоритет на расторжение договора а сейчас у нас скажем так ситуация облегчилась и в то же время усложнилось для понимания наших клиентов я на этом остановлюсь мы будем три дня об этом говорить понятно как устроена работа кредитных юристов это тоже всем интересно ну естественно я уже не буду этот вопрос задавать мастер-класс сотрудничество это мы все будем я видел ваш дикий интерес к этому в хорошем смысле слова и мы конечно же будем говорить о мастер-классе что и как заработать можно и самое главное как можно с помощью наших предложений знаний наработанных уже самостоятельно не переплачивая никому юристам никаким уже саму самим вернуть деньги уже на этапе обучением на мастер-классе вы можете вернуть деньги за страховки статистика я сразу скажу всегда честен не сто процентов то что мы даем этой информации нужно применить информацию я всегда своим студентам так и отвечаю на их вопросы почему не получается тот алгоритм который я предлагаю выглядит таким образом взял услышал применил получил результат а вот поэтому дорогие мы значит сразу скажу не у всех получается на те кто старательно подходит в ситуации возвращают и страховки и комиссии и экономят на том что прекращают платить кредиты многие из вас уже после сегодняшнего вебинара сделают окончательный выбор кто-то просто поймет что платить по кредиту если вы это делать не можете ли вам это тяжело не нужно потому что вот у нас нет долговой тюрьмы стране у нас нет уголовной ответственности за это хотя вам рассказывается что угодно на самом деле это очень очень далеко от правды и так хотелось бы опять понять от вас увидеть ответ я вот всегда прошу по десятибалльной шкале где пятерочка это средняя граница простите средняя ось и у кого состояние то есть выше пятерки это значит шестерка семерка ну понятно да ребят у кого с коллекторами все нормально то есть плевать на них мы хотели да типа вот пятерка это я не знаю как с ними быть шестерка я значит не беру трубку примерно так не общаюсь семерка я вообще игнорирую не переживаю не думаю них восьмерка там я прикалываюсь глуплюсь над ними девятка десятка я уже побил им дрожи морды там готов это сделать и вообще слова коллектор для меня сегодня у ваших дорог а вот вниз 4 3 2 1 это вот вы уже сами оцениваете где один вы готовы там суициду извините дорогие мои но очень много вопросов такого характера причем от мужиков что мне делать я готов к суициду и так вот таким примерно образом я хотел бы посмотреть вашу реакцию до на отношение к коллекторам и вот может быть благодаря мне моему каналу на youtube может быть благодаря тому что люди скажем так умнее грамотнее становятся уже стали коллекторам относиться скажем так мягко говоря легко легко и очень меня радует что есть преобладают цифры дальше пятерочки дальше пятерочки но это не означает что все надо на самотек пускать дорогие мои все не так нужно скажем так одно дело разговаривать с коллекторами другое дело понимать что таким образом вообще происходит с их стороны и что от них можно ждать и так давайте выясним ну на основании 230 нашего федерального закона как я и говорил уже новый закон который частично вступил силу и полностью вступит с 1 января 2017 года в силу теперь уже нельзя утверждать что коллектора может стать любой из вас раньше так было открыло и по и и давай там на бирже должников взял информацию и звони название в этом кому хочешь на сколько хочешь и как хочешь себе и бирже должников общедоступный ресурс и все увидели с ним что происходит так что с трансляцией давайте по пятибалльной шкале что-то я увидел что связь прервалась у всех ли связь по пятибалльной шкале качество связи слышно видно меня ребят нормально значит если у кого-то что-то не работает просто перезагружайте страницу сразу говорю если у кого-то что-то зависает просто перезагружайте страничку отлично работаем дальше вот значит коллектором теперь может стать не каждый более того теперь скорее всего прибавление в этом семействе ближайшее время ожидать не придется дело в том что чтобы быть зарегистрированным коллектором в законе что называется нужно как минимуме 10 миллионов многие из вас уже сталкивались с этими статьями кто-то мои рассылки смотрит читает но голосом важнее 10 миллионов должно быть на основного капитала причина простите плюс организация должна застрахована быть на 10 миллионов еще своей деятельности и там очень много критериев вести деятельность только с территории российской федерации привлекать работе только граждан россии резидентов понятное дело да где имеющие гражданство российской федерации иметь офис сайт электронную почту живую офис хочу подчеркнуть и вот сейчас наш доблестный теньков со своим фениксом нервно курит сторонки так как у феникса давно читает теньков а у тенькова как такового офиса нет есть просто офис для корреспонденции скажем так а вот такого живого офиса они и ближайшее время не знаю что они там будут делать но так или иначе феникс кстати говоря даже его не приняли в реестр коллекторских его даже там к сожалению нет феникса всем известного на слуху вот людмила про штрафные санкции мы будем говорить я напомню те кто может быть позже присоединился или пропустил пожалуйста не пишите в чате вы не темы просто представьте себе что вот я сейчас веду речь о коллекторах и начну резко говорить людмиле о займах в инфо и так далее и у нас получится лини-грет у нас получится набор каких-то фраз и нормального хорошего диалога не сложится поэтому наберитесь терпения еще раз повторю конце каждого вебинара каждого дня я буду оставлять время на ответы чтобы ответить на некоторые вопросы и в конце уже третий день это будет полностью у нас вопрос мы будем два часа если понадобится чуть больше будем заниматься ответами в чате на те вопросы на которые может быть они получили в процессе вебинара понятного ответа а вот таким вот образом да это в двух словах самые основные моменты которые вам нужно теперь знать о коллекторах и вы можете совершенно спокойно у них требовать этой информации прежде чем с ними вступить переговоры для о хотя сразу категорично если называет словами все вот не имеют правой вы не обязаны с ними вступать в дело вот просто не обязаны на основании закона 230 фазе они без вашего согласия не имеют права вам звонить вообще ну то есть не хотите точнее почему не они могут звонить но вы не обязаны сломя голову бежать поднимать что касается звонков третьим лицам все что им нужно сейчас по новому закону этим третьим лицам да сказать что не желаем вы больше назвали если они звонят на работу и сообщают вашу персональную информацию то здесь это преступление это даже не должностное нарушение какое-то не гражданский кодекс это реально уголовная статья разглашение информации и так далее и тому подобное кому интересно что я специально не буду заострять свое внимание мне на работе хватает этих статей и все такое кому интересно яндекс гугл пожалуйста обращайте внимание на я специально буду говорить человеческим языком по минимуму применяя юридические термины а уж тем более там ссылки на статьи какие-то и так далее да то есть мы на мастер-классах на своих достаточно к этому внимание уделяем ссылкам на статьи и так далее вот поэтому если коллекторы звонят на работу вашим друзьям знакомым это скорее всего еще вот эти недобитки до пережитки которые добиваются последние там из последних сил перед первым января всевозможных там каких-то бонусов до дело в том что коллектор как работает кто на ютюбе был да знает меня с утюба тут недавно у меня был шедевральный ролик да то есть коллектор позвонил как он и до сих пор не названивает но он действительно какой-то не совсем понимает что происходит он он не сегодня вот допустим перед вебинаром за полчаса позвонил и начал мне какую-то ерунду чесать про что там женщина переговоры ведет об оплате посоветуйте дмитрий как мне вести переговоры с ней чтобы она коллекторская масть вот она вот такая не совсем с головой что ли дружит либо я может быть не от мира сила не понимаю тех моментов но самое интересное что они в большинстве случаев эти звонари считают себя правами и не за того что они уверены в своей правоте а из-за того он просит не из-за того что они действительно подтверждают свою правоту какими-то конкретными аргументами из-за того что они уверены своей правоте просто на основании каких-то вот поверхностных знаний которые не дают их работодатели работодатели набирают коллекторы как правило людей скажем так ущербных любой из вас наверно поймет что идти вот на такую работу причем за те деньги которые им платят но это ниже там достоинства любого человека как вы думаете сколько получает коллектор зарплата какая ваше мнение там в чате напишите кто как думает сколько получает коллектор я просто знаю точную информацию плюс минус конечно там но я вас поправлю реальность кто-то напишет как сильно как вы думаете 15000 20 дофига кто-то пишет 35 15 тыж нас тогда близко близко те кто 15 15 18 тысяч никаких 35 50 при удачном стечении обстоятельств либо там какие-нибудь начальники смены а теперь сами себе уже ладно не буду вас просить чате писать задайте вопрос может ли человек обремененный хорошими знаниями юридическое подкованы по-настоящему пойти на такую работу за такую зарплату я сегодня буду акцентировать ваше внимание как раз очень часто на тех вещах о которых мы не сами знали мы почему-то забыли видите ли то что я сейчас вам сказал про зарплату и про то что может ли нормальный юрист с образованием пойти на такую зарплату да еще и на такую работу вы все и сами наверняка знаете ответ вы дело что вы не давали себе отчет что происходит те из вас кто в шкале отношения к коллекторам написал нам 6 и выше конечно даже вам и не нужно на эту тему задумываться а те кто действительно считает коллектора проблемой мягко скажем просто не задумывались очень часто мне пишут письма такого содержания дмитрий я давно там на вашем канале на youtube я давно там слежу за вашей деятельностью я тот а тот я на ваши вебинары хорошо ответьте пожалуйста на вопрос и вопросы типа такого что я вот изо всех сил пытаюсь заплатить кредиты там последние отдаю и вот 7 там забираю сейчас ребенок в школу там пошел или что-то еще в этом роде на сейчас в образно да и как мне быть может быть не платить я переспрашиваю вы сейчас мне писали пишу человеку вы действительно давно как давно вы следите за моей деятельностью как давно вы следите за моей деятельностью ну мол типа полгода окей где следите на ютюбе группе вконтакте со мной постоянно там на вебинары хожу и вы задаете мне такой вопрос а что не так спрашивают меня в ответ так вот я всегда утверждаю ребята ребята включайте голову пожалуйста одно дело что когда за вас вам кто-то что-то рассказывает и совершенно другое дело услышав что-то попытаться сообразить что за информацию мы сейчас питали это касается этой информации которая сегодня это касается той информации которую вам выливают там на голову эти коллектор анализируйте то есть я сейчас могу с десяток примеров привести который в принципе при простом включении соображалки как говорит это михаил задор могли бы и сами понять легко и просто один из вариантов сколько зарабатывает коллектор и может ли нормальный юрист как они себя позиционируют пойти на эту работу за такую зарплату сразу ага уже стоит задуматься нет конечно работа мерзкая работа позорная человек закончивший там вуз по сути самодостаточный человек и вдруг он работает вот таким вот попрошайкой так называем мало вероятно отсюда мораль зачем я его слушаю руки я его послушал послушала дай-ка я проверю окей 177 пугая да злостное уклонение от уплаты загуглили я был у всех у вас есть загуглили посмотрели что статья распределяется на юлиц и действует только лишь только лишь если человек не платит не выполняет свои обязанности ли пристава есть исполнительное производство человек не платит а уклоняется при наличии долга в два с половиной миллиона судебные приставы могут инициировать эту статью что они крайне редко делают это делать не нужно это 6 сильно вы там замазите как говорится вы понимаете приговоры выносятся очень редко там сторону юрлиц причем здесь физлицо до заголовок если прочитаете злостное уклонение от кредиторских обязанностей понимаете на ситуация а если дальше почитали и поняли что это все ерунда взяли 159 вас напугает загуглите посмотрите элементарно начнете вникать читать увидите что 159 нереализуемо формате гражданского вообще производства вообще любую уголовную статью формате досудебном тем более формате гражданского разбирательства инициировать статью уголовного кодекса очень очень тяжело для этого нужны и следственные мероприятия инициировать доказать умысел знаете как это кому-то вот вы прежде чем пойти за кредитом вам вы пришли там с кем-то собрались минимум два-три человека договорились им озвучили что я сейчас пойду там в этот русский стандарт мне там дадут денег а я им отдавать не буду ни копейки то есть умысел плюс этот умысел должны подтвердить еще два три человека как это сделать это нужны действительно следственные мероприятия это должен быть следователь допросить найти в конце концов кто этим заниматься был поверьте я столько видел исковых заочных производств вот этих вот в гражданском формате не просто банк тупо подает в суд на взыскание от суммы больше либо меньше и поверьте если физическое лицо физик если физик грамотно себя ведет сам либо с помощью юристов взаимодействует судом со своими взыскателями взыскать с него очень очень тяжело практически нереально всю сумму всю даже заявленную сумму нет я хочу сразу сказать тем кто подумал можно взять и не отдавать я никогда так если взял нужно отдавать но по мере своих сил и возможностей что судья что судебный пристав в первую очередь должны смотреть не на сумму долга это очень очень важно я надеюсь вы уже поняли дорогие мои что на коллектор вам вообще не нужно обращать внимание коллекторы существуют только лишь для того чтобы в судебном формате заработать себе денег и вогнать нищету вас для них для этого они эксплуатируют очень серьезные инструменты психологическое давление проверенная уже но все же зависит от вас друзья если вы будете поддаваться бездумно на эту всю авантюру то конечно же вы будете относить деньги в банк в банк они говорят вы понесете они коллектором коллекторы на этом очень сильно напрягать я же вас не прошу мне заплатить заплатите банкирам ребят как происходит взаимодействие банкиров с коллекторами вот сначала появляется давайте самого совсем начала существует так называемая биржа должников а это сайт обычный ресурс доказать причастность этого сайта к банкам нереально как и любого другого сайта кому-либо да кто-то его зарегистрировал естественно он не регистрируется конкретно на четкий конкретный банк и все остальное но туда выкладывается самими банкирами информация о людях которые допускают просрочки он называется биржа должников любой из вас не обязательно коллектор может зарегистрироваться при определенной доле умения на таком сайте и все равно спокойно получить информацию о должниках просто регистрация бесплатно после чего связавшись там с правообладателем долга выписав себе там информацию этих должника совершенно спокойно начать прощупывать этого должника не надо думать что ваш раз вам позвонили то ваш дом кто-то купил делается вообще в крайне редких случаях крайне крайне редко это делается что выкупается долги об этом я буду отдельно разговаривать и правило тот самый агентский договор который даже когда вы получаете первый звонок он даже этого агентского договора просто идет прощупывание на предмет понимания целесообразности работы с вами как с должником платежеспособным но тут платежеспособность не подразумевается только лишь толщиной вашего кошелька она тут подразумевается в контексте вашей психики можно ли с вами работать на предмет управления вами первые звонки очень важны когда вы начинаете допускать просрочки очень важны первые звонки вам кали от коллектора имеет значение банкир это звонит коллектор вы не обязаны запомните одну простую вещь ни один закон не обязывает вас общаться с ними даже в том же договоре написано до что либо устно либо письменно либо если в этих ситуациях достигли договоренности тогда суде не хотите устно общаться общаемся письменно вот и все не хотите и устно и письменно ребята значит ваша дорога вы говорите этим банкиром на три буквы как я люблю говорить посередине и все и вы в правовом поле остаетесь что характерно чтобы они вам не говорили конечно только из вас вам будет легче в этом юристу что понимаете ребят я вам сейчас вот эти вещи говорю о ваше право ваше дело уже довериться этому попробовать многие из вас уже сегодня завтра начнут пробовать разговаривать с коллекторами помощь вам совершенно бесплатно мой канал на ютюбе наслаждайтесь получаете как говорится опыт как многие другие это получили и ни один еще не разочаровался ни один человек не сказал что это не работает все говорят что это круто работает доставляет гору удовольствия тем кто так себя вести начинает вот поэтому вы имеете право с ними вообще не общаться если не хотите если вдруг а по какой-то невероятного стечения обстоятельства вопреки вашего желания они с вами все-таки связались вы говорите с ними так как вам хочется выбирайте тон общения любой с ними хотите деловой хотите вульгарный хотите вообще хамский они запомните они вам позвонили они вы вправе выбирать формат общения на моем канале в ютюбе это все где-то возведено в ранг шутки иной раз вообще там за границами может быть моральных норм но если вдуматься очередно включить голову везде четкий конкретный пример что они могут точнее чего они не могут и что вы можете я такой же как и вы если кто-то меня не знает впервые видит я не всегда кредитами заниматься и до 2010 года это совершенно никаким боком не проходила по юридическим части и я также как и многие из вас в кредитах эти работа юриста она с чем-то я люблю проводить аналогии медицина почему-то очень похожи в отношении к людям в отношении к людям в отношении по отношению вообще ситуация вот к этой да очень хорошее сравнение с медициной ребят дело в том что медицина это такой вот момент как можно сказать там либо ты уровень фельдшера имеешь да можешь там знать чуть-чуть всего на уровне там перевязать раму где-то там правильный перелом либо ты специалист скажем так специального направления также юризм я занимался там можно искать техника и так далее и тому подобное да и также как и вы друзья мои и алчный человек ничего это стесняться я не ханжая заявляю что я алчный мне нужны деньги мне семья я люблю жить лучше чем зарабатывать посредством редко кто умеет жить хочется чего-то лучшего и естественно и также точно всю дорогу как только когда это только появилась возможность брал кредиты я брал эти кредиты отдавал не отдавал там где-то чаще отдавал потому что думал что нельзя не отдавать я не вникал просто ситуацию не вникал ситуацию да и когда случился кризис многие из вас думал что ты здесь случился где-то там двенадцатом тринадцатом году на самом деле гораздо раньше случился что касается таможенной сферы там где-то в конце девятого десятого года мы стали чувствовать что дело дрянь и и я не буду уникать ситуацию но произошло то что произошло наш бизнес просто задохнулся подменетом контор брокерских которые там с поддержкой с государственной были с купленными лицензиями и так далее ну то есть приключилась такая заднее место с нашим бизнесом и я был вынужден потому что даже такси пошел работать продал дорогую машину купим попроще 5 10 и времени у меня было этих были эти кредиты там вообще сложности порядка трех миллионов потребительских кредит я там изо всех сил что так собой не делал отдавал эти кредиты научился выжился ипотека у меня была она есть остается да и очень перекредитовался на сейчас историю расскажу похоже на многих вас хорошо понимали один прекрасный день я просто задумался остановился до этого истерика вот это финансовая кредитная истерика ее называют когда утром просыпаешься с одними мыслями ложись с такими же мыслями живешь такими же мыслями многие из вас да наверно зубы утром чистят щеткой без пасты потому что забыли я просто мысли какие-то либо пересаливают еду либо там я не знаю выходят из дома забыть что-то там потому что мысли постоянно крутятся вокруг вот этих вот кредитов где взять денег коллекторы названия и так далее и тому подобное я вот ребят сижу перед вами да вроде такой успешный кредитный юрист вроде во всем разбираться разбираться и в этом начал ну так вот если по-хорошему полностью да когда я со своими делами забрался все убедился что это все работает года 45 назад только после этого я стал потихонечку предлагать друзьям знакомым и это все как снежный ком наросло вот мою деятельность сейчас которую я совершенно успешно веду мать и в чем дело мне да легче я не листья понимал что если есть закон то его просто нужно правильно применить простым людям сложнее они думают что вот а вдруг не получится часто спрашивают а вдруг у вас не получится так что не получится мы взять вот наша организация работаем и сто процентов законные методы применяем и поэтому здесь получается вернуть и страховки людям только мы не делаем это вот именно в формате знаете человек обратился возвращаем страховку в досудебном формате нет мы уменьшаем сумму долго стоимость этой страховки а вы можете на мастер-класс пойдет уже попытаться самостоятельно вернуть страховку в досудебке не оплачивая эти услуги юристам но сейчас чуть позже будет понимаете я все это на себе прошел и все что у меня осталось это ипотека причем сразу отвечу на вопрос да у меня была я живу в водивостоке там была ипотека мы когда приняли решение переезжать санкт-петербург я продал ипотечную квартиру ну как это делается знакомств этим находится покупатель покупателя там под расписку вносит деньги в счет оплаты части оставшегося долга в банк ипотека закрывается остаток ну а часть денег у меня остается на то что я уже там скажем квартира не знаю 3 миллиона стоит я платил платил полтора выплатил вот находится покупатель на квартиру он не дает полтора и полтора в банк у меня вот эти полтора миллиона данных момент были и мы переезжаем санкт-петербург и пока здесь снимали квартиру на ноги что называется вставали семьей я естественно уже к тому времени прекратил исполнять свои обязательства по банку открытия по сбербанк по русскому стандарту это у меня связывающего когда-то на мирном тазом накрылся в результате своей деятельности вроде все ничего не забыл я тогда уже перестал выполнять свои условия уже начал перетискать тот самый цивилизованный конфликт с банкирами ну жить то надо было где-то квартиру снимать дорогу не получится и чем черт не шутит мы жены так решили попробуем обратиться вместе и она заявление подаст на ипотеку многие банки подавали не везде отказывали я понимал жена там нервничала я говорю ну блин придумаем в конце концов все равно крыша есть снимаю квартиру все такое и неожиданность до звонят со сбера звонят со банками и говорят дмитрий ельгенич вот вы же оставляли там втб заявочку у нас там общая база мы хотим вас пригласить запомнить анкетку а я разберу должен у меня два кредита там один полтора миллиона не оплачены и один двести пятьдесят тысяч причем поручителя заходим сначала сбер там 250 они поручителя опросили и потом когда мы взяли там платили платили какое-то время и я еще полтора пришел взял потому что я там больше года эти 250 выплачивал без задержек мне дали полтора миллиона вот и вот эти полтора миллиона я тоже где-то около года платил и потом перестал платить вот мне звонят со сбербанка приглашают заполнить анкету я приезжаю заполняю анкету и мне через три дня перезвонят говорят вам одобренная ипотека я прям переспросил да может одна фамилия с кузнецов же все-таки до кузнецова китайцев еще больше нет все хорошо мне еще спросили а почему вы так удивляетесь да просто удивляющий удивлять все первый взнос есть ипотека все я взял эту ипотеку потому что понимаю что из всех вот этих кредитов более или менее скажем так нужны все таки как бы не то чтобы востребованы а необходимый продукт конечно ипотека потому что накопить сразу там 5-10 миллионов не всегда получается ипотека этот момент как лица сглаживает это нужно как следует задумываться над этим на свои силы рассчитывать вот это ответ на вопрос тем кто не знает как делать дадут ли потом кредит и уже вот буквально меньше года назад поверьте у меня на двери я сижу у себя на работе стучатся в дверь здравствуйте дмитрий евгеньевич сотрудник она сидит со мной другого на работе можно можно что-то проходит представляется кладет визитку ситибанк вот я там прошел вы подавали заявление на открытие расчетного счета на юрлицо а я в ситибанк подавал они мне как бы я подал не стал ждать результат потому что мне в альфа-банке быстрее предложили открыть счет подешевле и выгоднее и они ко мне приходят я говорю да и он мне тоже нет мы хотим вам как физлицу кредит предложить не буду долго затягивать он пересел при мне на ipad на своем там на планшете проверил мою кредитную историю все нормально у вас я сижу на него смотрю что правда нормально да нормально почему вы спрашивали да просто я мало кредитами пользусь на только ипотека ипотека это ерунда дополнили анкету я расписался он уехал через три часа звонят где куда вам карту привести 350 тысяч я их не стал брать потому что я против кредитов вот таких вот потому что нужно уметь жить по средствам я так считаю хотя бы стремиться к этому я вас всех призывают нужно излечившись там те из вас кто из зрителей уже на юз защите у нас как наши клиенты спрашивают а можно там через годик-другой взять кредит я беру зачем вот этот как алкоголика ведут до кодироваться а он видала что если я сейчас закодируюсь нельзя будет больше пить да нельзя не надо зачем вам вылечившись один раз аналогия с медициной опять лезть в это болото все-таки можно жить по средствам зачем если вы не можете себя сейчас обеспечить залезть кредит и потом опять ужасной ситуации оказаться конечно можно в любой момент к нам другим юристам обратиться я не рекомендую а вот это вот такая длинноватая история для тех кто думает что банки там что там не такси не всегда и всегда можно всегда во всяком случае ипотеку такой вот залоговый кредит который низкорискованный автокредиты вот мне буквально жене недавно одобрилят на кредит хотя коллекторы постоянно кричат родственникам не дадим там до десятого колена вот у меня жена вчера поехал простите вчера месяц назад поехал отдела себе новую машину кредит дал ей это даже не знаю какой банк дал и дал понимаете это все родная жена у нас у меня даже телефон на меня оформлен телефоны в нашей семье у всех оформлены на меня то есть банк при желании мог увидеть что телефон на меня оформлены каким-то образом разглядеть мою неполтежеспособность но вот факт остается фактом кому интересна была эта информация я вам выложу поэтому таким вот образом что касается вот этих незаконных поборов до коллекторы и все остальное твой простите коллекторы комиссии страховки ребят давайте так я сейчас вас попрошу написать нет наверно не будем это скорее всего в интригу оставим я вам вот что расскажу нет все таки давайте давайте кредит у каждого из вас наверняка есть кредиты я хочу увидеть сейчас в чате две цифры одна цифра сколько выбрали и вторая цифра вот то есть сколько выбрали за какую сумму расписались и вторая цифра сколько на руки получили грубо скажем выглядит так расписался за сто тысяч получил 90 на руки вот ну либо товара взял на такую сумму буквально сюда чтобы вы понимали кто-то спросит вот карты не карты поймите карта пластика товарный кредит это все инструмент выдачи денег ничем это простого кредита не отличается и так первая цифра то друзья напишите вот правильно мы поняли 120 расписался 80 на руки получил 50 ну я понимаю там цифры местами частые минимум 10-15 а у кого их чуть ли не 50 процентов разница фигурирует то есть взял такую цифру расписался за гораздо больше это все комиссии это все страховки это все незаконные поборы которые вам навязывают на основании нашей с вами мы уже договорились не обижаться на эти слова алшности человеческой и юридической неграмотности и не нужно себя себе в вину ставить вашу вот некомпетентность юридическую как я всегда говорил кто на что учился тот туда и пригодился спасибо я вижу что у всех цифры разные странно было бы увидеть 100 и 100 это практически редко редко реализуемо дело в том друзья что если вы возьмете все свои договоры кредитные у кого они есть по любому кредитному эпизоду а у кого нет кредитных договоров тут уже и говорить не о чем я не имею ввиду что вы их потеряли а я там для тех тинькофф там когда нет нет есть там анкета какая-нибудь есть оферта какая-нибудь и вам эти банкиры кричат что вы подписали договор ребят мало того что любые отношения в формате да он взял должны подтверждаться долговой распиской случае ваших отношений с банком это более официально звучит это назвать кредитным договором с точки зрения юристов это долговая расписка просто более скажем так официального вида это должно быть обязательно должна стоять роспись сотрудника который имеет право ставить эту роспись на основании доверенности вот знаете многие из вас сейчас возьмут эти договоры посмотрит и вверху увидят что там банк о такой-то или там за упало в лице там очень часто это соблюдена форма особенно крутых дисциплинированных банках там веру а в некоторых даже этого нет в лице такого-то сотрудника на основании какой-то такой-то доверенности там бар и пошел и пошла там пошло тело договора да и внизу стоит ваша роспись и роспись той девочки либо того там подростка юноши который вам опомнил но ни в коем случае не того человека че имя было написано в самом начале договора если взять просто элементарно до этого даже докопаться то это не тот человек подписал договор которому дана делегирована это возможность дело в том что действительно договор должен подписаться двумя сторонами тем кто получает займ тем кто его выдает юрлицо как таковое выдавать займы не может потому что в банках сейчас внимание внимание друзья мои в аквэдах значит как вот так вот у любого юрлица есть виды деятельности то есть моя организация квад если вы посмотрите это казани там но юридические юридический аспект это грубо скажем за какой вид деятельности мы платим налоги банках банк нет в аквэдах фразы выдача кредита физическим лицам то есть уже на этом основании не ведут незаконные деятельности до доказать это сложно тяжело и так далее и тому подобное но напрягайтесь оквэд называется игровую игровую это выписка где мы нужно эти аквэды посмотреть но вообще когда юрлицо регистрируется заполняется форма специально аквэда виды деятельности и так далее и тому подобное а вот смотрите получается что почему они пишут что лице такого-то лица что вам кредит это типа выдала физическое лицо тем самым вот этот договор принципе обретает форму обычной долговой расписки если такого договора нет то считайте что вам эти деньги подарили и чисто дело вашей совести отдавать их или нет видите ли давайте так вот я всегда говорил говорю что я буду выдавать информацию которая вам в принципе может быть где-то издалека но известно и все таки сейчас хочу в чате по десятибальной шкале увидеть вашу степень удивленности где десятка это высшая степень вот что банки даже на основании своей деятельности официальной не имеют права выдавать кредиты физическим лицам а вот ну и само собой кредит вам для кого это удивительно что кредит вам выдает не банк а физическое лицо на основании доверенности на самом-то деле вот кто-то знает согласен а для кого-то это мягко скажем новость а знаете почему российский менталитет устроен таким образом чтобы мы с вами не говорили да как бы мы не относились к богатым людям с точки зрения демонстративного отношения все из вас как вот я люблю говорить вот сидят бабульки да на лавочке и извините за выражение обгаживают какого-нибудь олигарха ругают его же наворовал там ездить по кушаверям там и все такое вот на такой машине ездит но не олигарх а соседа и все остальное а я тут на эту пенсию последнюю не желаю ребят если взять вот так вот конечно не сто процентов случаев но в большинстве в подавляющем этой бабульки вот так вывали сейчас корзину пачек денег и сказать остаток жизни живи как хочешь ну смысле вообще ни в чем себе не отказывай с одним условием не спрашивай откуда эти деньги конечно я может быть сейчас затронуть чью-то там амбициозную часть внутреннюю но ребят я сейчас не претендую на какие-то там философские умозаключения просто будьте честны к себе сами и я такой же дело в том что я не ругаю олигархов олигархов этих вот богатых людей по-настоящему богатых но и в то же время я им не завидую потому что я уважаю деньги я уважаю успех я уважаю вообще любую ситуацию которая не которая сильно отличается от бедности видите ли вот такая моя позиция я сейчас не навязываю вам ее я честно с вами откровенно и делюсь я люблю жить так как мне хочется я люблю смотреть на своего ребенка который может себе позволить купить какую-то вещь красивую мне нравится когда моя жена выглядит хорошо и многим из вас тоже также хочется но я же почему это говорю дело в том что еще раз менталитет российского человека устроен именно так вот если вы сидите видите там богатого человека и у вас пока вроде все нормально но не вы буквально ребят поймите верно большинстве случаев жертвы кредитного вот этого давления таких людей и допустим все у вас нормально вы живете в своем течение сильно отличающимся от течения того же олигарха и вдруг что-то случилось вам нужны деньги вы идете вы сразу свое отношение где-то на подсознательном уровне не меняете к этому человеку потому что сразу допускаете возможность что вы у него можете денег перехватить взять в нашем с вами случае существует банк когда мы можем прийти в банк и там на цыпочках попросить у него денег чувствуешь чувствуя себя заведомо вот тут начинается уже программирование зомбирование вас вы уже зайдя в банк воспринимаете всю эту публику которая там находится пускай они там младше вас дурнее вас вы сейчас об этом не думайте вы испытываете к ним сладострастно сладострастное такое уважение потому что а вдруг они вам помогут и как закрыто из плохого жизненного обстоятельства вы переместились хорошие даже не улучшилось по сравнению с тем что было а просто даже стало так как было ну вроде как комфортно вроде все как комфортно да и так далее и тому подобное и ага и все начали и вы уже там уже не то что благодарны до первого месяца мы ему благодарны потом начинаются платежи надо отдавать уже начинается какие-то там дискомфортное отношение не дай бог друзья мои вам вдруг скажем так попасть ситуацию когда вы не можете платить что происходит со мной очень многими очень многими людьми все вы начинаете себя чувствовать ниже принтуса вы должны этому богатому человеку и все уже и неприязнь там есть и страх и отсутствие логического рассуждения и и все 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 вот такой клубок и человеческий мозг не может справиться и вот как говорил наполеон легче всего управлять испуганной массой людей что и происходит то есть мы зашли в банк и вас начинают зомбировать а потом вам звонит коллектор и умными заученными фразами которые которые им преподают на их стажировках начинает вас добивать долбить и вы вместо того чтобы отнести денежку сыну дочери себе в конце концов семью принести что-то вкусненькое несете в клювике в банк и знаете что там происходит вот с этой вашей тысячи это сейчас я для тех информацию выдаю кто думает что вот вам звонят коллекторы надо отнести и там что-то там произойдет и так когда в отношении вас то есть вас прощупали помните я говорил прощупывают на предмет продолжения общения с вами если вы повелись то есть если вы проявили реакцию которую от вас ждали забоялись испугались начали там чуть ли не прощение просить либо ну пошли на контакт с этим коллектором то есть по его выгодному для него сценарию стали себя вести и в итоге оплатили все вы их клиент раз два там для теста оплатили все отлично лет в этом случае они уже тогда заключают агентский договор с банком что это такое заключение детского договора это просто шабло они закрепляют отношения закрепляют отношения в отношении вас как и должника с банком и теперь там существует программное обеспечение в буквальном смысле программа которая определенным образом там законнекчена с коннекчена с вашим счетом счетом коллектора и вот вы приносите как коллектор здесь не и месяц эти деньги вы не все ким бар до нанесете в банк эти деньги ID только туда сумма падает программа четко сразу срабатывая какая-то частьベлка мектором какая-то остается в банке и вот то что остается в банке ребята что остается в банке и расписывается на штрафы на проценты и в последнюю очередь на тело кредита и как вы думаете какая пропорция что уходит коллектором и что остается вам пожалуйста напишите в чате как вы думаете может узнает точно просьба те кто был на моих юбинарах не открывайте тайну то что вы знаете пожалуйста не пишите я сейчас обращаюсь тем кто от не в курсе этой пропорции как вы думаете сколько уходит коллектором с вашей денежки а сколько остается скажем так ну грубо у вас на счету что это тоже очень очень спорно 90 10 то есть 10 коллектором 90 50 на 50 еще кто как думает 70 30 давайте не буду вас мучить ребята крайне редко 50 на 50 большинстве случаев пропорция такая 70 на 30 причем 70 сторону коллектора 30 сторону банка почему об этом чуть чуть дальше я расскажу и вот из вашей тысячи 700 тут же перечисляется на счет коллектора 300 остается у вас ну как у вас у банк типа у вас из этих 300 рублей сразу первую очередь идет погашение штрафа потом заочные проценты и потом тело кредита как вы думаете если вы допустили три-четыре-пять месяцев просрочки что-нибудь на тело кредита уйдет хорошо если вы два месяца когда вот эта пропорция то есть вам же важно чтобы тело кредита закрывалась так вот эту пропорцию теперь только не нужно штамп поставить коллектором тому что а просто что ушло вам а что ушло в никуда не имеет значения коллектором банком так вот в лучшем случае пять процентов уйдет на погашение тела кредита остальное идет никуда и теперь задумывайтесь смысл вам переться и отдавать последнее вы теперь понимаете ну кто мне верит во всяком случае что это не таким образом ваш финансовый вопрос не решает просто отсрочено время до следующего звонка коллектора и все потому что в следующем месяце у вас опять нифига не получится дело в том что вы не погасили вот этих денег на штраф даже и не хватит эти штрафы опять как снежный ком накатываются и вы вроде говорить да я каждый месяц теперь я вошел в график я плачу каждый месяц и дорогой а теперь я хочу знать сколько мне осталось и вам говорят что больше чем было дело в том что страх это продолжает накручиваться но это виртуальные штрафы ребята эти виртуальные штрафы но их очень мало шансов превратиться в настоящую претензию официально на уровне закона в этом чуть чуть дальше вот таким вот образом здесь додумывайте сами может быть действительно благотворительности лучше заниматься вот этих минимальных масштабах вот если тысячу у вас есть не бегите если она вам недорогая страна с вообще такая не нужна она вам не везите не несите его лучше он пойдите там храм ищем отдайте в детский домах ищите знаете чем лучше можно воспользоваться какими-то нашими услугами это полезнее будет то что вы знаете да мы помимо бесплатных вебинаров продаем продуктов мастер-класс у нас сегодня на предложение по мастер-классу тоже шикарная с точки зрения стоимости и получаемые услуги вот лучше по делу деньги потратить для себя пользу самому себе булочку купить какую-то там действительно что-то сделать такое из чего эти деньги это тысяча превратится какие-то более ощутимые цифры самом ближайшем будущем понимаете вот что касается вот и эти страховки вот эти комиссии понимаете дело не так однобоко вы тоже можете это все возвращать верну себе то есть если с вас уже что-то там ободрали либо вы при получении кредита такую дикую разницу увидели понятие взяли столько получили вот столько расписали за такую сумму получили совершенно другую сумму это все можно возвращать мы этому кстати говоря вот мы приблизились очень так аккуратненько к мастер-классу до тем кому интересно было сотрудничество то есть что такое наш мастер-классы мастер-класс это учебное мероприятие состоящая официально из 10 недель обучения на самом деле бессрочных там существует три ступени 3 программы что ли как угодно назовите да это скажем так три тарифа вот так правильно да тариф пробный тариф специальный и тариф свой офис название они сами по себе нужен вот 9 поток набираем совершенно успешно и очень очень даже многих осадок положительный после этих прохождений во всяком случае то что вы можете это в двух словах ну во первых тариф пробный позволит вам уже на этапе досудебного разбирательства самостоятельно без обращения к юристам попытаться и в большинстве случаях ну статистика такая где-то 50 где-то 70 процентов наших студентов возвращают страховки вот эти вот самые разницы цифр которые мы сейчас написали уже можно вернуть на мой взгляд даже не это самое главное а главное другое что ни один из наших студентов во всяком случае тех с кем я общаюсь уже лично не продолжает платить банк то есть те из вас кто пришел на сегодняшний вебинар в какой-то степени уже заинтересованы в этом просто не знают может быть как это сделать кто-то просто из любопытства кто-то из жадности себе лучше для себя для любимого и здесь ничего плохого нет алчность наша эгоизм такой цивилизованный да кто-то вообще реально до сегодняшнего вебинара не знал как себя вести собирался понятно не буду озвучивать у кого-то там был тупик так расценивали ситуацию такой тупика никакого нет и очень-очень такой момент важный я считаю даже важнее чем то сколько можно вернуть уже в досудебном формате да и страхово это прекращение всех финансовых отношений с банком причем не просто так как говорится авось будь что будет а с четким пониманием ситуации знаете я люблю тоже такую же аналогию проводить кто-то после вебинара просто верит что это все работает доверяется нет спасибо вам друзья мои за это кто-то просто более там обрастает убежденностью и так далее и тому подобное видите ли ситуация какая сейчас послушайте не строчите в чат друзья не строчите в чат просто послушайте очень важно сейчас важная информация просто не хочу чтобы вы восприняли ее неправильно не с точки зрения что я вот сейчас тут пытаюсь что-то продать нет по большому счету и это есть еще раз говорил что все у нас вокруг денег крутится но вот я сейчас что я сделал для начала чтобы было понятнее что я я сейчас вывел должно сейчас появиться у вас под моим видео сделайте так чтобы видео моё было но не на не на весь экран стандартно чтобы чат было видно и вы увидите предложение да значит тут все просто ничего бесплатного не бывает и мы действительно даем информацию которая стоит этих денег и вот на тарифе пробный перейдите нажмите на кнопочку да ничего не произойдет никто с вас ни с каких денег не снимет просто нажмите на кнопочку забираю скидку зелененькая кнопочка да и вы увидите что 23 ноября у нас уже 9 поток стартует мастер-класс 19.00 он будет по московскому времени естественно для тех кто никому неудобно это все записи будет выдаваться что мы дадим вам да сейчас помимо того что вот вы видите цену которая зеленым написано да она еще не окончательно то есть пока наши вебинары с вами идет вы сможете еще меньше на 10 процентов но пока не торопитесь друзья мои не жмите не бронируйте не покупайте не тратьте деньги послушайте пожалуйста может быть вам это не нужно вот давайте хорошо у всех появилось таймер такой появился до воспользоваться скидкой я сейчас просто хочу скажу так от души вам правильно все чтобы вы поняли не купите ради бога ну останетесь той ситуации в которой были может быть кто-то не захочет может пойдет под юридическую защиту окей появилась я вижу плюсики до появилась или послушайте не жмите никуда не торопитесь не надо ничего сейчас покупать я в двух словах скажу что вы получите за эти деньги а вы уже решаете стоит она этого или нет и даже если никто из вас ничего не купит я буду считать что наш вебинар имеет свой сил потому что многие из вас уйдут окрыленными просто той информации которую уже сейчас вы получаете совершенно бесплатно да даже вот на ютюбе совершенно бесплатно выкладывается и очень многие я знаю разобрались со своей головой в первую очередь со своей внутренней душевным дискомфортом и это уже доказывает то что я не только на деньги ребенок но мастер-класс буду проводить лично я мое время тоже денег стоит и понятное дело здесь без пафоса не обойти чем больше у меня будет положительных отзывов хороших добрых тем лучше мне самому будет житься и вот этот мастер-класс он подразумевает и также партнерские отношения но существует тариф пробный дорогие и без него никуда он стоит три с половиной тысячи да и ой простите 3150 рублей еще и если со скидкой его покупать то еще дешевле будет но это только пока вебинар наш идет пока вот вы через сайт можете купить еще и дешевле да можно сделать и вы уже сможете на этапе тариф попробую во первых три круга и он несет в себе не столько информационную нагрузку а сколько переворот сознания помните когда я горел 9 вот сейчас вот кто-то из вас верит до ситуацию уверился а чувствуете разницу верить и знать что это работает я знаю что это работает я не просто верю сначала да я где-то поверил потом разобрался и теперь я знаю да я знаю чувствуете разницу мы идете там кто-то как я тоже люблю на секунду просто такой очевидный момент чтобы вы поняли в чем разница в чем разница да вы идете и вот за домом вам позвонил ваш друг я жду вас там внизу около подъезда и вот вы одеваетесь вы верите он стоит вас под подъездом верите да он 99,9 процентов он там стоит вы спускаете открываете дверь подъезд и вот видите другой теперь вы знаете что он там стоит вот такая примерно разница после мастер-класса понятное дело что вы прекращаете уже без всяких там дополнительных скажем так сомнений оплачивать эти ваши непосильные кредиты это раз ваша семья полностью высвобождается от вот этой вот кредитной зависимости вы уже наверняка не позволите своим близким лезть в эти кредиты это те кто просто на тарифе полный и плюс ко всему вас живой очевидный шанс вернуть деньги которые с вас банк незаконно удержал как спросите вы те кто отплачивает любой из этих тарифов сразу же получает помимо доступа мастер-классу еще 60 с лишним шабло 60 с лишним шаблонов заявлений составленных правильно чтобы вы понимали и в нашей стране принцип права носит заявительный характер то есть что это означает вообще-то фундаментальная фраза как я люблю говорить и надо вообще любой мой вебинар с нее начинать либо на ней ставить акцент что есть сейчас и дело что это означает друзья мои если против вас в отношении вас происходит какое-то незаконное действие и вы молчите значит нашей стране вы с этим действием согласны вот вас грабит банк а вы молчите согласны значит если обсчитывает же как по жкх там дом управления или что там у вас или где-то там еще а вы молчите значит вы согласны ну неправильно думать что я не молчу я хожу там ругаюсь ними не то принцип права носит заявительный характер и это заявление должно быть правильно открывать дверь ногой стучать кулаками по столам это все из книжек это все из каких-то там сказок это не работает нужно уметь правильно заявлять о своих правах и вот студенты наших мастер-классов этому и учатся а именно мы не учим вас ходить в кабинеты и открывать там дверь ногой и говорить правильные слова нет все гораздо комфортнее спокойнее и цивилизованнее тот самый как я говорю цивилизованный конфликт досудебный переписка никаких созвонов с банкирами никаких личных встреч переписка и вы в правовом поле если вы будете все правильно делать мы вам даем помимо того что эти шаблоны в вердовском формате ваша задача просто их скачать и по каждому шаблону по каждому конкретному письму после прохождения урока составить это письмо вписать свои данные чему мы вас учим каждый шаблончик чуть ли не посрочно изучается каждый шаблончик чуть ли не посрочно посрочно изучается на и вы пожалуйста но поймите одну простую вещь все эти шаблоны без вас это простым исписанным им нужно еще ручки-ножки приделать это мы всего учим их нужно еще донести правильно донести до адресатор и получить результат и у всех этот результат разные у кого какая настырность то как вот к этому относится кто не понял цены пожалуйста цены на наши услуги я еще об этом буду говорить наше время есть мы поговорим еще о том как устроена работа наш просто понимаете почему мастер-класс а потому что сначала решил потому что плавно перейдем к сотрудничеству плавно перейдем сотрудничеству с нами и от мастер-класс он подразумевает помимо тарифа пробный еще и обучение сотрудничеству я естественно в формате сотрудничества расскажу как устроена работа наша сколько стоят наши услуги и сколько могут зарабатывать партнеры находясь где угодно в любом регионе работая даже через интернет не имея даже офиса вот мы работаем у нас клиентского офиса не друзья любой из вас может тоже самое делать материала будет у вас предостаточно сколько угодно о вознаграждении партнерском вы даже не представляете когда я вам скажу те цифры которые мы будем платить своим партнером за заключенные договора и за готовы клиентом от вы обалдеть но это чуть чуть позже оставим это в интриге я хочу чтобы никто не путал что когда он спрашивает поможет ли там с кредитной карты не надо думать что кредитная карта чем-то отличается от простого кредита как я говорю это пластик это просто инструмент выдачи кредита денег не имеет значения кредитная карта у вас товарный кредит ипотека мастер-классы и по ипотеке там у нас ориентированы помощи сразу сразу скажу это не значит что можно ипотеку не платить нет не получится по автокредитам по залогам я имею ввиду кредита все это там сориентировано у нас там 63 шаблона причем вы получаете сразу еще до начала занятия то есть скажем сейчас через сайт оплачивает предположим да вы оплату произвели и тут же проверяйте свою почту и у вас уже ссылочка на закрытую группу вконтакте куда вы подаете заявочку вас добавляет в течение суток администратор а уже в письме ссылка на шаблон и вы уже как я знаю они просто всегда говорят а я просто оплатил оплатила открыла почту скачала эти шаблоны и сказала вау вот только просто эти шаблоны они уже стоят намного дороже но это такое первое ощущение нужно понимать что с ними делать это как знаете без инструкции сложно какой-то прибор освоить здесь тоже нужны инструкции и после того как допустим это что касается тарифа пробный да это вот это кто сейчас хочет да уже с тарифом пробный пробный мы вроде как разобрались до участия в тренинге записи мы даем после каждого занятия не смог оказаться на уроке закрытой группе вконтакте получаете этот тренинг записи но этот урок и 6 уроков у нас и шаблоны заявлений чек-листы вы чек-листы это как инструкции вы тоже как учебник да ну плюс ко всему еще голосом все это будет у нас с вами на занятиях проговариваться плюс вы имеете эксклюзивную возможность то есть мастер-класс как выглядит скажем модный урок и поехали он дается домашнее задание и мы прям я настаиваю я веду мастер-классы да я настаиваю друзья мои чтобы вы задавали в группе вопросы естественно количество людей ограничено и я могу ответить на большинство вопросов прямо ну скажем точечно и расчет один чтобы у вас голове вот литоморфоза произошла тренинги в живую живой как я сейчас с вами сижу такие же будут прямом эфире тренинги но те кто не сможет прийти получат их записи но я имею ввиду оплатили но по каким-то причинам пропускают урок они естественно получат его в записи это само собой деньги будут как говорится освоен вот и после этого идет шесть недель это тариф пробный это погружение в кредитные проблемы ваши и борьба с ними переформирование вашего внутреннего вот этого состояния состояние уверенного в себе человека знающего себе цену и знающему настоящую правду не верящего в эту правду знающего понятия лучше знать чем верить вот и потом идет так называемый тариф специальный и тариф свой офис тариф специально это чисто техническая часть человек оплачивающий тариф специальный либо тариф свой офис он все равно проходит тариф пробный потому что без этого тариф опробный вы не сможете стать нашим партнером пока вы не начнете сами все понимать как вы в конце концов будете предлагать услуги компании алям если вы не понимаете как все работа если вы в конце концов население испытали не получится даже если у вас нет кредитов друзья мои вы все равно должны понимать как это работает поэтому тариф пробный обязательным прохождение не значит что вы платите и за три специальные за три слова из-за 3 пробный нет стоимость тарифа специальный либо стоимость тарифа свой офис входит уже естественно тариф пробный вы можете просто воспользоваться тарифом пробный а можете сразу уже с претензией на сотрудничество еще раз и специальный подразумевает аккредитации у вас как сотрудника как представителя компании аля знакомство с технической частью с документооборотом договорными документами и опять 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 ответы 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 на вопросы уже по работе и по кредитам и так далее и тому подобное то есть точно также вы все эти шаблоны по факту оплаты получаете и уже имеете полноценный шанс начать работать но опять всегда честен то их специальный не подразумевает обучение есть кому нужен если вы хотите сотрудничать но и у вас есть опыт продажника опыт человека который умеет продавать либо умеет разговаривать с людьми такого менеджера хорошего тогда вам это не свой офис не нужен вы и так сможете реализовать свои возможности но здесь тоже кроется такие подводные камни на которые грабли на которые мы свое время наступали мои студенты уже девятый поток те кто решил пойти и уж поверьте мы крым и рим прошли на огонь и воду и медные трубы и мы знаем где какие ошибки до тяжелее всех приходилось первому второму потоку они мы вместе учились сейчас все больше и больше обрастаем знаниями не забывайте я сам через это прошел прежде чем сформировать со своей командой вот это предложение я знаю как искать людей я знаю где их находить я знаю что им говорить в конце концов знаю как устроена работа нашей компании и вот тариф свой офис название говорит само за себя там будет один вводный урок и дальше персональный коучинг со мной я лично занимаюсь сейчас внимание стене кто приобрел тариф свой офис после прохождения тарифа специальный после аккредитации после знакомства с материалами все что вам нужно будет это отписаться мне лично на мою почту оставить свой телефон я лично с не буду созваниваться и вести вас за руку пока вы не начнете зарабатывать 80 тыс на не зал я хочу почему не за уши тянуть не толкать вас вперед а вести за руку то есть по нужной дороге показывает вам куда при одном условии если вы сами будете перебирать ногами тот самый алгоритм взяли воспользовались получили результат проверено на мне проверено то есть 20 30 клиентов месяц это скажем так ерунда видео возрастной цен никакого значения не имеет у меня есть девчонка которая и 21 год я узнал об этом только после того когда уже с ней лично стал общаться и есть женщина тут кингисеппе живет в области 63 года она делает 10-12 лет как вы думаете давайте сейчас в чате напишите как вы думаете сколько вот вокруг вас сейчас могло бы людей заинтересоваться не говорю сколько бы вы смогли сейчас людей убедить как вы думаете чате напишите просто скольким людям сейчас вокруг вас нужна помощь имеется ввиду семей на и ваши люди да близкие знакомые друзья коллеги а я чтобы вы было немножко проще да скажу что по данным роста то знакомец 2014 года проблемная закредитованность нашей стране 40 миллионов 40 миллионов человек понимаете это проблема с точки зрения банкиров считается когда человек должен более двух месяцев делать просрочки это 80 процентов трудоспособного населения страны да не каждый согласится да не каждый поверит не все вообще во что-либо верят сейчас вам будет казаться многим из вы прошли вот даже стартовые какие-то верные шаги сделали мы подойти в каждой квартире а если я вас научу работать через интернет кто захочет то есть у меня 20-30 клиентов делают мои партнеры до живом офисе как это делать я расскажу но лучше всего работать в интернете не имеет значения где вы находитесь в украине таиланде не знаю путешествуете есть способы нормального заработка через интернет если хотите живого общения оффлайн бизнес пожалуйста и здесь мы вам расскажем научим вас не на какие грабли не наступать сделать так чтобы не потратить лишних денег на рекламу где-то вообще научим вас без вложений в рекламу работать вот таким вот образом да вот смотрите теперь чтобы вы понимали я сейчас проведу краткий экскурс в работу кредитных юристов и вот это пожалуйста я вам сейчас преподнесу примерно так как может быть вы могли бы преподнести ничего непостижимого в моих словах не будет заведомо говорю вам что будут по минимуму употреблять юридические термины это говорит о том что не нужно быть юристом важно быть аккредитованным нашим специалистам и вашего клиента подхватят на этапе уже заключит договор всего подхватят наши сотрудники и ваша задача нас устроена что мы своих партнеров не грузим сопровождением то есть взяли договорились клиенту преподнесли и все что я платил тариф в офис очень должно было начаться 5 октября на кроме трех записей и документов по тарифу полный вы должны были понять ирина что тариф он сейчас вот кто читает посмотрите да вот тоже очень нехорошо когда люди не понимают что я говорю сначала должен пройти тариф ровный вы должны на нем присутствовать потом тариф специальные только потом тариф свой те кто оплачивает тариф свой офис это не значит что я сразу начну с вами заниматься по бизнесу по работе по продвижению вы должны пройти тариф ровный потом тариф специальный потом только 3 свой так и никак иначе вот видите ли дорогие мои алгоритм работы кредитных юристов как мы работаем на самом деле чтобы не было иллюзии у кого-то да здесь ничего вы велосипеда не изобретает очень много юридических компаний хороших достойных работает по такому алгоритму очень много проходимцев на территории россии пытаются работать либо что-то делают похоже на работу что вам нужно знать первую очередь если вы решили обратиться за юридической защитой ну во первых мы работаем при соблюдении четырех простых условий первое после того как вы подписали договор вам необходимо прекратить все финансовые отношения с банка это важно для некоторых это прям какой-то барьер не могут они перестать платить вот совесть не позволяет да а я вижу что так нужно сделать это раз в двух словах почему мы как только вы к нам обратились начинают тот самый цивилизованный конфликт мы сообщаем банкиров что мы не согласны мы точнее не согласны с действиями банка банка не согласны с условием договора и такое это 5 10 сейчас послушайте давайте без писанины в чате я прошу вас давайте сейчас послушаем важные моменты вот значит если мы утверждаем что мы не согласны с условиями а мы в каждом практически заявлении пишем что прекращаем приостанавливаем оплату а вы будете продолжать платить то это как скажем так неоднозначно понятно что банк будет воспринимать вас как шарлатана либо кто-то там что-то за вас делает либо вы сами не согласны с тем что за вас делать вот поэтому прекращение всех финансовых отношений с банком это раз по возможности прекращения любого общения с банком это два для чего это делается для того чтобы банкир они неправильно думать что как только человек становится под юридическую защиту все ему перестают звонить банкир этом лапки свешивать и так далее нет неправда они совершенно отчетливо понимают что у вас еще в любой момент времени можно вернуть другое дело куда верну вы тут должны понимать в эту трясину до которая будет бесконечно если вы уже допустили одну две три просрочки то вам может помочь что хочу да с точки зрения возвращения полноценный график либо вы нашли клад какой-нибудь да там либо наследство получили в этом случае вы можете закрыть все свои обязательства там невзирая на переплату вот ну либо второй момент я буду называть чудом это собственный решительный шаг сторону своих прав гарантированных вам конституции напомню на долговой тюрьмы нет уголовного преследования за невыполнение кредитных договорных отношений обязательств тоже нет все формате гражданского производства третье условия да то есть понимаем первое прекращение всех финансовых отношений с банком второе условие по возможности прекращения общения с банком мы даем вам услугу переадресации и предлагает она у нас есть она бесплатно стоимость входит и поэтому значит все что вам нужно будет по нашим инструкциям настроить переадресацию на необходимый номер и когда вы видите нежелательные звонки ну то есть не знаете брать не брать номер просто сбрасывайте звоночек переадресовывается к нам на наш колл-центр с ними уже разговаривают наши специалисты конечно они дожидаются звонка потому что там идет сначала рингтон здравствуйте мы дозвонились юридическую компанию лям и как правило банкиры даже не дожидаются они сбрасывают они сбрасывают звонки не понимая что с юристами разговаривать не о чем он это банкира коллекторы так вообще соответственно третье условие очень важно это корреспонденция вы должны иметь базовые знания общения с компьютером вся корреспонденция которая к вам будет приходить должна быть максимально быстро в электронном виде виде диска копий либо в виде качественных фотографий чтобы они были читабельны переправляться к нам на наш электронный ящик которого будет да и понятное четвертое условие это оплата чтобы понимать перед тем как озвучивать стоимость наших услуг я вам расскажу что мы делаем вы понимали за что вы власти начнула первое работа наша длится конкретно обозначенное время то есть договор заключается на год что мы за этот год для вас сделать ну во-первых проведем очень важный этап это судебное разбирательство без него нет смысла идти нормальные сформированный судебный конфликт потому что судья первым делом мы обратимся в суд с исковым заявлением попросит от нас доказательства того что мы пытались договориться досудебном формате вот и все то и самое мы будем делать на досудебке не факт что банкир далеко не факт что банкир адекватно реагировать на наши письма но мы делаем все для того это чтобы просто иметь доказательства попытки да этот самый долгий даже самый затяжной как правило там 5-6 месяцев то есть мы провоцируем банк на то чтобы банк подал в суд на нас не удивляйтесь действительно это интереснее когда банк на нас подает на вас смысле мы защищаем в этом случае вам нечего бояться то есть мы изо всех сил даем банку понять что мы его зовем ребят вот здесь очень важно я говорил да немножко тут у нас сейчас изменились приоритеты мы конечно стремимся расторгнуть договор с банком но для кого не секрет что суды очень сильно логированы банкирами и очень часто так бывает ну где-то процентах 30 случаях что все наши попытки расторгнуть договор через суд ничем не уменьшивается то есть судья разворачивает наши исковые заявления там апелляции и так далее но тут важно понимать что банк принципе не выходит к нам с возражениями то есть что происходит когда мы подаем суд ну во-первых мы до суда изо всех сил банка пытаемся вытащить в суд говорим ему показывает свою гражданскую вашу гражданскую позицию что вы вот вы такой вы разбираетесь вы хотите изменить мы хотим я вроде как типа хочу платить но измените условия типового договора а банк естественно не отвечает вот мы там указываем что мы едем что в договоре есть нарушение и так далее и тому подобное изменитесь согласно статье там на 29 защите прав потребителей гражданского кодекса российской федерации извинь перестаю платить потому что вот есть такой то такой то обо всем об этом мы банк уведомляем и то что вы не оплачиваете поймете это не просто голая констатация факта вы не оплачиваете и сразу же как в этом банке писем которые мы отправляем это отзыв согласия на обработку персональных данных и передачи этой информации третьим лицам теперь если вдруг кто-то чужой вам позвонил и представился что он представляет интересы банка это очевидное преступление вы отказались да вы разрешили когда подписывали договор но теперь вы отказались опозвали свой согласие для кого-то это новости типа этого нельзя это можно сделать такая система вполне законно если вы чем-то согласились вы можете в любом момент действия этого договора опозвать свое согласие точно так же любой договор любом периоде времени действия этого договора если в нем усмотрены какие-то пункты противоречащие действующим законодательству автоматически в суде может быть признан уничтожен но выполнять уже до суда если вот вы разглядели да с нашей помощью какие-то нарушения я вас заверяю я вас заверяю что в любом сто процентов всех договоров невзирая на наименование банков они имеют наличие нарушения действующего законодательства где-то в меньшей степени на мастер-классе не научитесь распознавать те кто пойдет на мастер-класс научитесь распознавать вот эти вот моменты мы значит проводим цивилизованный конфликт заявляем во все как говорится возможные в рамках говорители о вашей гражданской позиции что вы не прячетесь вы вот они здесь после этого бывает так что банк видя что надо с нами что-то делать с вами подает на вас сначала там судебные приказы какие-то дохлые попытки которые мы быстренько в нашу сторону разворачиваем либо исковое производство начинается где мы оперируем возражаем так далее и тому подобное но бывает в некоторых случаях да достаточно часто что мы не можем банк вытащить в суд буквально в процесс не можем их вытащить мы же не можем в конце концов пойти вот в этот банк там найти этого юриста взять его за коды и пойдем разбираться нет да есть законное право не приходить банка в суд игнорировать иск хотя этот иск он получает банк любом случае получает иск потому что если мы подаем официальный иск у нас судья его принимает то обязательно уведомляется каждая сторона о том что документы принятые выстава но банк до такой степени извините за выражение оборзевшая публика что они даже не то что возражение не пишут они просто не появляются зная допуская заведомо что в некоторых часть в некоторой части случаев ситуация судья вынеси там отказ на кто-то и спадали а нам сюда отказал и ладно апелляцию напишем мы напишем апелляцию мы напишем частную жалобу мы будем делать все для того чтобы изо всех сил указывать на вас и вот когда у вас обложим всеми документами вас лично как должника заявим о том что мы никуда не скрываемся а банк все равно не вытащим процесс то с вероятностью в 90 процентов а то есть большей вероятности вообще никакого взыскания далее не будет либо если дух вы приходите к нам уже с судебными разбирательствами мы оцениваем ситуацию и работаем и даже ну допустим возьмем стандартную ситуацию банк подал на вас либо мы спровоцировали банк на подачу искового заявления и здесь мы имеем хоть и более затяжной процесс но конкретный ну во первых вас будем представлять в суде на всем этапе судебных разбирательств до этапа исполнительного производства в суде максимально снизим сумму которую требует банк а скорее всего банк после того как мы будем до судеб повести видя что вас сопровождают юристы уже вы искалом заявление в меня ему цифру напишет поверьте моему опыту не те цифры которые сейчас вам выкладывается из трубок там телефонных а уже тогда будет написано вменяемая цифра ну может быть немного завышенная ну мы с ней будем тоже работать посчитаем за требуем выписки ходатайствовать будем перед судьей о снижении этих всех сумм после чего сумма будет зафиксирована и ситуация перейдет в исполнительное производство где дальше мы также будем с вами продолжать работать и приведем вас комфортному платежу что такое комфортный платеж это не арест имущества во всяком случае наши клиенты никогда не сталкиваются ни с таким арестом мы работаем с ними лично по телефону да если человек удаленно от нас находится с ним постоянно на связи персональный менеджер переписка в отдел контроля качества работы вот наши и вы всегда сможете задавать свои вопросы более того мы будем вам всегда сами перезванивать что-то говорить и на этапе исполнительного производства голосом прям скажем так инструктировать вы будете помимо всего прочего еще и рассылку постоянную получать вам будет письма постоянно приходить очень полезные интересные очень важные вот и вы будете знать как избежать ареста да если у вас есть какое-то имущество мы вам подскажем что сделать какие манипуляции провести еще также на этапе исполнительного производства будем вас прям за руку вести и расскажем что сделать для того чтобы с вас ну грубо скажем не удивляйтесь тысячу рублей допустим или 500 рублей вот вы сейчас должны платить там не знаю 50 тысяч рублей в банк а можно сделать что вы будете платить 500 тысяч рублей а то и вообще будет исполнительное производство прекращено в связи с отсутствием либо недостаточностью официального источника дохода как это делать я не буду я вам буду рассказывать еще и завтра мы коснемся по посерьезнее этой всей ситуации и завтра вас не забывайте день поэтому не расстраивайтесь когда сегодня что-то не слышал завтра будем более развернуто об этом говорить посвятим весь день практически все два часа от юридической защите сегодня так скользь немножко просто основные позиции вам наметают и все вы уже там будете потом то есть грубо скажем досудебный формат разбирательство в суде представления ваших интересов в суде и работа на этапе исполнительного производства где мы создаем условия сейчас внимание когда банку выгодно отказаться кто-то скажет я буду платить по тысяче всю жизнь что ли нет ребят здесь история такая мы создаем условия когда банку выгодно отказаться от претензий кто-то уже понял как это произойдет намекну да по тысячи банку невыгодно получать через судебного 300 вот невыгодно вообще но завтра давайте оставим эту тему назад я вам расскажу подробно как построена банковская система и почему и вы поймете вы опять скажете вау действительно все так просто я вам расскажу откуда деньги в банке берутся и все остальное вот и сколько наши услуги стоят ребят наши услуги они не фиксированы да мы не берем сразу какую-то большую сумму все разбито помесячно и зависит от ваша степени вашей закредитованности от степени вашей закредитованности и так записывайте запоминайте как угодно сейчас пойдет ну прайс и так если вы должны банк да кстати говоря микрофинансовым организациям частным распискам это все точно также относится мы также успешно работаем с микрофинансовыми организациями совершенно спокойно если вы должны в банк до 150 тысяч рублей но наши услуги для вас будут стоить четыре тысячи тысячи сто пятьдесят рублей в месяц если вы должны банк от 150 тысяч до трехсот тысяч рублей то наши услуги для вас будут стоить шесть тысяч восемьсот рублей в месяц если вы должны в банк от трехсот тысяч до восьми сотен то наши услуги для вас будут стоить восемь тысяч рублей в месяц и самый популярный тариф безлимит если вы должны в банк от восьми сотен и до бесконечности вот прям сто миллионов вы нам наши услуги стоит 11 тысяч рублей в месяц количество месяцев строго ограничено максимум 12 бывает быстрее мы ситуации закрываем если мы за 12 месяцев по какой-то причине не успеваем что-то сделать вы не переживайте то есть тот самый случай когда предположим мы не смогли спровоцировать банк на выход в суд вот мы обложили вас документами все вы понимаете что и мы с вами понимаем что вы изо всех сил банк звали а банк своим бездействием доказал нам с вами что ему не нужны эти деньги дело в том что если бы этого не было вероятнее всего банк бы на вас наседал изо всех сил да конечно коллекторы будут продолжать звонить но как я говорю это знаете собака гавка это вы окно закрыли не обращайте на нее внимание коллектор никакой силы не имеют на вас вообще если вы сами не поддадитесь и что произойдет допустим мы все сделали и в течение 12 месяцев мы не смогли даже банк вытащить в суд ну то есть вот вы ничего не делаете не платите вы обложили свою ситуацию вокруг документальным рядом у вас есть доказательства того что вы не молчите не прячетесь о банк ничего не происходит и бывает очень редко так бывает может быть 5 процентах случаем что там через 12 месяцев предположим вы раз получили там уведомление по почте что в отношении вас там судебный приказ вы тут же нам звоните либо пишите я ваш клиент такой-то такой-то у меня уже там срок обслуживания закончился но у меня в банк активизировался мы тут же вас подхватываем без каких-либо оплат и сопровождаем столько сколько времени нужно вас на том этапе на котором банк появился но это повторю бывает крайне редко очень редко это исключение такой редко исправил если мы провели все правильно и банк не появился в суде в процессе нашей работы то вероятнее всего он больше никогда не появится но если мы спровоцировали банк судебное разбирательство либо вы уже к нам пришли с судебными уже действиями то мы вас берем работаем по конкретному каждому делу по каждому кредитному эпизоду формируем вообще на исполненное производство где устраиваем ситуацию так что вы платите одну тысячу допустим рублей или ну там комфортный платеж сейчас образно говорю тысячу рублей у нас есть инструменты еще раз завтра мы об этом поговорим поподробнее платите всем своим банкирам эту одну тысячу рублей тем самым создается только на банку выгодно отказаться еще раз говорю завтра будете знать поподробнее что касается мастер-класс теперь вы понимаете да что вы как клиент фирмы платите такие вот деньги на сайт кстати говоря кому нужно будет стать под юридическую защиту нет считайте кредитную нагрузку без процентов смотрите вот очень важный вопрос был на сергей серж шихов спасибо очень важно я пропустил спасибо как считать кредитную нагрузку не столько сколько вы сейчас должны не столько сколько вы уже вы отдали там и остались должны не столько сколько вам банк на счета а вот на момент возникновения договорных отношений сколько было написано в договоре договоре реструктуризации либо просто в этом договоре либо какой вас кредитный лимит на карте был вот с этих позиций считайте все свои кредиты все в кучу собираете вот по тем кредитам которые вы хотите нам отдать в работу и считаете общую сумму я не утверждаю что вам нужно там все обязательно может вы хотите один только кредит на работу дать остальные продолжать платить но мне это непонятно если излечиваться то надо излечиваться и 80 процентов наших клиентов это безлимитно когда сумма от восьми сотен и выше тут 11 тысяч и все и вы поймите это и бонус и условия для кого-то это шикарный бонус а для кого-то это непреодолимое условие нужно прекратить нужно прекратить все финансовые отношения с банком как только подписали с нами договор о юридической защите сразу же все в банк ни копейки это важно почему завтра поймете что касается мастер-класса кстати говоря у кого сейчас денег нет мастер-класс еще не завтра и не послезавтра мастер-класс у нас начинается 23 ноября через месяц практически специально заранее презентацию выдвигаем да вы можете забронировать я не призываю вас сейчас оплачивать ничего если кто-то может оплатить вы можете вот пока идет вебинар и еще там чуть-чуть времени воспользоваться скидкой а можете забронировать единственная разница что те кто забронирует к сожалению уже скидкой не воспользуются будут вынуждены купить от по этой цене до 350 8 999 и 20 699 рублей стоимость такая что поделаешь те кто сейчас прямо кнопочку нажмите нажмет купить со скидкой сможете сейчас это сделать купить со скидкой и уже вам сегодня же буквально после оплаты сразу же придет на почту необходимая информация еще хочу сказать уже пошли оплаты друзья мои спасибо порядка 15 оплат я вижу но те из вас кто еще по какой-то причине хочет получить какую-то информацию либо ну пишут некоторые денежек нет мастер-класс 23 числа через месяц вы можете забронировать место более того есть еще услуга заморозки цены то есть не секрет что ближе к двадцать третьему числу цена может увеличиться и это не я решаю уж извините нас на финансовое дело на эти вещи смотрят бывает так я не гарантирую что она увеличится но может увеличиться и так первое то есть если вы сейчас по какой-то причине не оплачиваете не хотите оплатить вам нужно просто нажать кнопку забронировать друзья мы пожалуйста внимание внимание нажимая кнопку забронировать система вас переведет выйдет поле где будет написано запомните все поля после чего ждите звонка нашего специалиста в ближайшее время все правильно пожалуйста заполняйте все поля корректно как вас звать как вам обращаться соответственно ваш телефон должен быть правильный и email проверьте все несколько раз прежде чем нажать кнопку уже заказать счет на тут кнопочка быть заказать счет вот вам в течение суток было там у нас очередь обычно но обязательно перезвонят наши специалисты и вы сможете кстати говоря у них кое-что спросить то что вам может быть было непонятно по мастер-классу договориться о оплате чуть чуть позже сообщить о том когда вы сможете платить чтобы за вами было место забронировано дело в том что мы не собираем много людей на мастер-класс мы максимум 100 человек 150 мы соберем больше но остальных переведем там уже на после нового года у нас будут следующие вебинары и презентации те кто хочет понятно или на вы можете купить мастер-класс и стать под юридическую защиту здесь даже вы два зайца убивайте во первых вы будете совершенно спокойно себя чувствовать обучаясь на мастер-классе и знаю что вас защищают юристы вы будете понимать что происходит больше вам скажу процентов 80 студентов наши на мастер-классе в итоге становится под юридическую защиту но уже на этапе смотрите экономия шикарная на этапе уже судебных разбирательств то есть самостоятельно проводят досудебку не платя нам и каждый месяц деньги а вот вы допустим на мастер-классе мы вас учим проводить ту самую досудебку вы понимаете вы имеете огромные шансы вернуть еще страховку в виде денег там комиссии вот эти незаконные и плюс экономики ну мало того чтобы прекращаете платить банк я надеюсь это не заставляю но странно было бы да после полученных таких вот знаний продолжать платить банк вы проводите самостоятельно досудебку и очень многие 80 процентов наших студентов приходят к нам уже с готовой досудебкой уже сразу на этап судебных разбирательств естественно договор уже естественно наша работа длится уже не 12 месяцев там а меньше то есть досудебку мы не тратим вполне очень часто бывает что вы сами у нас самих удается спровоцировать банк на судебные разбирательства идет работа допустим студента с досудебкой и тут он получает исковое требование от банка все для несведущего человека для клиента с улицы для человека с улицы это катастрофа для наших студентов это победа спровоцировали банку судебные разбирательства значит будет зафиксированный результат в исполнительном производстве значит мы вас приведем к тому времени вы уже будете совершенно спокойны вы будете просто четко и отчетливо понимать что ваша долговая история история должника данным давно в истории вы будете жить по-другому я вам серьезно говорю меня одна женщина написала что она стала вес набирать а один мужчина ему 48 лет подрос на три сантиметра была проблема там он малорослый был вот он когда вот это произошло после юбината он успокоился и он подрос на три сантиметра игры до этого и выпрямились просто вот так вот понимаете какая ситуация то есть а что вы будете иметь по ценам вы поняли да по юрзащите мы что будем для вас делать теперь переходим до на преимущество мастер-класса ну во-первых заплатить 3150 рублей вы имеете возможность шикарнейшую возможность пройти до судебку самостоятельно нам не оплачивая на это круто и считают а плюс ко всему даже не это важнее а моральное состояние ваша которая у вас будет на формате вот этих мастер-класса на тарифе специальной вы уже можете представлять наши интересы на тарифе свой офис мы вас научим работать с клиентами досконально и вот смотрите что вы можете зарабатывать кому это интересно спасибо елена информацию выложила для тех кто и юридической защиты видимо записал человек и выложила спасибо спасибо огромное помогли мне потому что нет у меня времени сейчас хотя на нашем сайте если елена у вас есть ссылочка на наш сайт киньте пожалуйста в чате его ну у всех у вас будет она в любом случае ссылочка на наш сайт давайте я сам лучше на это сделаю а стоп я сейчас контакт не пустят но ничего запись придет и записи будет ссылка на ваш сайт не беспокойтесь ссылка на мастер-класс будет не переживать течение суток сформируется редактирует там запись и сделает и будет у вас вся информация не беспокойтесь на сайте на нашем также будет информация и кстати говоря на нашем сайте есть видео где презентация юрзащиты тоже рекомендую тем кто хочет по юридическую защиту встать обязательно видео посмотрите и так значит что вы сможете заработать зарабатывать будучи нашим партнером но смотрите у нас система вознаграждения но мягко скажем если вы и мы даем возможность партнером выбрать самостоятельно либо вы хотите получать вознаграждение по факту каждого платежа вашего клиента в этом случае один если вы хотите один раз то есть мы поработали с клиентом провели с ним работу он заключил договор готов сотрудничать компания лям и вы не хотите больше скажем так с ним общаться вообще если это не важно кому родственник в этом случае тип 2 вознаграждения так вот тип 2 вознаграждения вы сразу получаете 80 процентов по факту первой оплаты ребята я не оговорился не 8 процентов не 18 80 процентов средний чек как правило у нас 10000 то есть самый распространенный пакет этого пакет безлимитный люди именно таком образом то есть два-три кредита это уже далеко за 800 тысяч редко у кого там бывает до 150 тысяч это только в случае микрозаймов но мы тоже спокойно с ними работаем так вот средний чек 10 тысяч у нас и вот ну среднее понятно что такой цены нет но это вот среднее арифметическое выводится грубо говоря человек вам заплатил 11 тысяч и вы сразу же 80 процентов получаете себе причем не нужно ждать никакой оплаты вы сразу эти деньги у себя оставляете то есть она за такой степени равноправие демократические отношения с нашими партнерами что вы сразу оставляете себе эти 80 процентов нам переводите оставшуюся часть и далее передаете нам полностью этого клиента и он уже дальше с нами работает а вы сосредоточены на том чтобы поиски новых лет на работе с новыми клиентами не отвлекаетесь да то есть вы еще раз повторю юридического образования не нужно вам нужно будет пройти тариф пробный да то есть пройти мастер-класс и вам этого будет достаточно что совершенно спокойно работать взаимодействовать с нами приносить пользу людям действительно здесь пафоса никакого нет это польза серьезная многим 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 во первых откройте глаза на происходящее и самое главное что там ошибку какую-то почему сумма на выросло но сейчас я проверю подождите могла быть ошибочка одну секунду если что мы сейчас же поправили если пожалуйста так не на броню понятно все понял у меня в заблуждение немножко я вам сказал если вы бронируете если вы покупаете то вы сейчас покупаете дешевле на 10 процентов если вы бронируете не покупаете сейчас вы покупаете по стандартной цене дороже 10 процентов не субсидируется понимаете или это без скидки правильно вам галина комментирует извините да то есть если забронировали то есть 80 процентов вы получаете по факту приведенного клиента и если вы хотите допустим это если ваши родственники на друзья знакомые родственники или даже вы вы сами находясь на мастер-классе на тарифе там специально либо на тарифе свой офис хотите стать под юридическую защиту вы можете уже воспользоваться вот этим бонусом 20 процентов совершенно спокойно понимаете вот еще экономия будьте любезны то есть вы один раз там заплатили даже подсказать тариф с 20 чем-то тысяч но вы во всем этапе уже сотрудник во первых досудебку сами проведете сэкономите сумму значительно плюс когда на этапе судебных разбирательств мы допустим к нам обратитесь за юрзащита и уже потому что сразу мастер-класс сразу сразу честно говорю ребят не подразумевает мы не учим работать в суде бесполезно не верьте тем представителям инфобизнеса которые говорят на вас там научимся пройти там суде нет все время по-разному в суде невозможно взять конкретно нет шаблонного метода досудебки есть шаблонный метод потому что большинстве случаев если мы ведем досудебку мы не надеемся на ответы банка когда мы ведем досудебку поэтому мы можем вам ее спокойно предъявить что досудебка это по большей степени формальности в то же время серьезный шанс вернуть страховки комиссии и так далее если андрей колбков не может понять что досудебка это обязательный этап вы не можете оказаться в суде не попытавшись с банком договориться в досудебном формате то есть такого быть не может вы приходите в суд и говорите расторгните мне договор банк там нарушил то-то 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 а вам судя образно ответит таким образом а вы пытались банку доказать это попросить банк в досудебном формате вдруг бы он согласился поменять условия договора ну конечно бы не согласился но нужно зафиксировать факт обращения в банк это досудебка и она не ограничивается одним письмом не ограничивается там я еще раз говорю вам 60 шаблонов дается в подарок из них 24 по моему шаблона рабочих которых по которым мы будем работать по мастер-классу а другие на все случаи жизни вот этой кредитной даже заявление в полицию заявление там в роспотребнадзор очень много всего это просто вам по жизни эти шаблоны мега как нужны просто невероятно но подарок если хотите но так опять папа сам это подарок это это взять себе положить и чувствовать себя во всей жизненных ситуациях достаточно комфортно потому что не у каждого юриста есть такой пакет шаблонов эти шаблоны мы составляли знаете не один день и не один месяц ссылками на статьи там правильные шаблоны смотрите вот где не задает вопрос интересно да а я сейчас отвечу на этот вопрос ну закончить должен с вознаграждением по мастер-классу да если вы на по типу 1 то на каждом на всем этапе сопровождение клиента хотите получать вы тут будете получать 20 процентов этого клиента при каждой оплате и если вы сами пойдете под юридическую защиту будучи студентом мастер-класса тут тоже вы сможете экономить в этом формате да ну либо вы пригласите своих близких друзей и знакомых под юридическую защиту это же для них может быть экономию хотите сделать да сказать чувак у всех стоит 11 тысяч а если ты со мной лучше работать темы дешевле ну это выбор ваш и представьте себе как вот мы уже я спрашивал насколько можно клиента вот у меня бабушка в 10-12 клиента вообще ничего не делать а просто сидит возле подъезда твои днями тренды чип и все со своими старушками 10-12 клиента есть ребята уже там по 100 по 120 клиентов в месяц бьют но это уже они уже на субсидирование у нас если есть система бонусов 15 плюс если вы делаете на протяжении двух-трех месяцев там уже вам и офисы будем оплачивать и много-много бонусов у нас очень распространена в этом потоке тоже она будет когда значит тариф специальный начинается если человек в течение месяца делает сейчас не помню правило примерно такой алгоритм раскладка такая течение месяца делает пробные там 10 клиентов ему возвращается стоимость всех этих курсов помимо того что он зарабатывает свои деньги плюс ему еще бонус возвращается стоимость этого мастер-класса все полностью обновляется то есть человек практически не понес никаких расходов поверьте не стоим нам не важно продажи мастер-класса как я говорил нам нужны грамотные партнеры и почему берутся деньги а потом возвращаются да буду честным мы пытались работать предлагать сотрудничество бесплатно вот даже кто в ютюбе видел мы выводили бесплатно я выводил презентацию давайте работать сотрудничать что вы думали я сидел сутками обрабатывал эти заявки со всеми созванивался мне пять человек только работают 5 тысячи были заявок 5 человек работает и что касается мастер-класса 100 человек на мастер-классе человек 60 реально работают реально работают зарабатывают ведут клиентов и сами зарабатывают вот что значит получить а заплатить деньги на халяву она и так проходит мимо а вот если заплатили я хотел очень сказать да очень моментов и до 30 150 это уже учтена скидка ребят без скидки там по-моему три с половиной тысячи это что касается тарифа пробный всех остальных соответственно так мы прощаемся с этим персонажем биля и она единую у нас появился человек в чате мы удалили он больше не сможет с нами общаться вот значит в этом отношении и таким вот образом вы сможете себе разглядеть вот такие интересные перспективы давайте у нас сейчас есть немножко времени на вопросики и процессе вопросов очень часто бывает что я вспоминаю очень важные моменты которые упустил но страху нет ребят у нас завтра еще целый день после завтра целый день поэтому давайте немножечко с вопросиками поработаем кого есть вопросы а тут же был вопрос по которой я вот на этапе исполнительного евгений николаев а если на этапе исполнительного производства за взятый ранее кредит которому что решение суда уже состоялось страховку и мы не дожить изыскать можно понимаете в каком состоянии до вас дошел этот исполнительный лист расторгнут ли договор если банк расторг договор через суд то уже ничего не вернуть если есть исполнительное производство договор не расторгнут то вполне возможно заниматься этим договором вполне вполне вообще рабочая ситуация позвонил мне по моему представился человеком капитаном гвд завели дело по 159 я понимаю что это сотрудникам они не заявили полиции для проверки если вообще такой сотрудник если нет но вы тут констатируете факт василиса они все что угодно делают вы не поверите что банкиры делают микрофинансов организации они подделывают судебные приказы присылайте приходит прислать вам человек документ у меня судебный приказ вот сегодня у нас идет исполнительное производство ой простите судебное разбирательство где мы уже в суде работаем и мне звонит там женщина и говорит дмитрий а мне почему я вот ну я знаю что суд у нас разбирательство в суде мы там апелляциями за а мне от этого банка судебный приказ приходит добыть не может пришли берем смотрим копия подделывают документы коллекторы подделывают документы с коллекторы до такой степени бестолковые они не понимают на сайтах же не пишут на этих на бирже должников что вы там защищаетесь грамотно и все есть должны вот меня взять да кто за моим творчеством на ютюбе следит да я вот это интервью с коллектором у меня было пока три месяца никто не трогал по сберу у меня потому что там уже давно судебные разбирательства мать и здрасте нарисовались звонят они понятия не имеют эти коллекторы что у меня судебные разбирательства уже идут они вот эту информацию взяли и пытаются с ней работать а вдруг повезет ну не повезло выключились на другого переключились вот и все поэтому представиться по телефону не понимаешь никакой ответственности нет за это самое главное в надежде напугать вас да и все если они уже документы судебные подделывают что еще можно от них не может все что угодно мы принесли на коллектор что есть судебный приказ я копию не получал конечно существует процедура четко если вы узнаете о каком-то решении суда хоть где на этапе исполнительного производства и соблюдена определенная процедура все это можно вернуть спять все отменить я всегда рассказываю эту историю клиента где-то было ну за почти год назад военный пенсионер к нам обратился по исполнительному листу хорошая военная пенсия было больше 30 там под 40 тысяч и по исполнительному листу у него уже там какое-то время взыскивали 50 процентов ну вроде как хватало человеку на жизнь там где-то подрабатывал уже смирился у него другие были кредитные эпизоды и он там к нам обратился естественно с же вариантом мы ему говорим ну давайте он видать там уже все это не на давайте давайте случилось тем что мы сделали все что необходимо восстановили сроки обжалования отменили заочное решение суда где-то через три месяца не звонок но поскольку он стал на юридическую защиту звонок нет я сначала был пьяный какой-то звонит истерика в трубке дмитрий дмитрий я чувствую голос вроде какой-то знакомый мужской вроде дубы и в то же время визглявый такой я ничего не помню потом выясняется до меня часто где только дошло что это сижу говорит он час назад вниз и несколько пилик зачисления 300 с чем-то тысяч на карточку я офигел я не понял ничего потом до меня дошло что это вот мы сделали все эти отмены и естественно судебный пристав написал нужные бумаги человеку вернули все что с него было взыскано на протяжении там почти года вот так вот понимаете принцип права в нашей стране носит заявительный характер помните себя гавы банк не представляет подлинник кредитного договора и договора поручительства поручитель утверждает что не подписывался суд выносит решение обыскание при игнорировании ходатайса обостребовании подлинных что за беспредел суда правильно здесь констатация факта беспредел суда но решение суда это еще не конец случае скажем юридической неграмотности уж извините да дилетантность где-то какой-то это еще не конец ну смысле это тогда уже до результат мне вашу пользу а на самом деле существует формат апелляции частных жалоб в конце концов еще нужно умудриться на этапе исполнительного производства с вас взыскать если вы не согласны с суммой это все рабочие моменты я не буду вас утруждать тем чтобы рассказывать как что пишется даже если вам назову название документов там мало кто сможет разобраться там понять что и куда и как вообще кому обращаться может быть понимаете суд прошел по заочной подсудности там где он не должен проходить только на этом основании можно любое решение если он прошел не там где вам хочется понимаете когда информация попадает бюро кредитных историй бюро кредитных историй это коммерческая структура им все равно есть там информация о вас либо ее там нет любом случае они получают деньги за предоставление этой информации за предоставление есть информации либо нет если вы считаете что в вашем отношении несправедливо были вынесены какие-то там решения то есть банк взял и подал информацию бюро кредитных историй обосновав и чем-то чем-то вы не отказываетесь платить вы хотели платить но только если договор будет заточен под закон все что вам требуется взять и написать бюро кредитных историй четкое обоснование почему вы считаете неправомерно то что вы находитесь в бюро кредитных историй я не отказывался платить вот доказательства я пытался с банком договориться его звал в суд банк не пришел на каком основании я как не платильщик злостный я собирался платить но по незаконному договору и делать это не буду бюро кредитных историй в этом случае как правило корректирует информацию но в любом случае через год эта информация обнуляется бюро кредитных историй и вы там перестаете находиться дмитрий выкупала тариф пробный в апреле и меня интересует расстое привлечение клиентов к вам мои действия обязательно покупать заново зачем мама заново покупатель пошли 3 пробный вопрос там нужно доплатить хотя бы до тарифа специальный чтобы пройти аккредитацию начать с нами работы понимать как это делать потому что одно дело просто сказать передать о нас информацию да и отдать нам клиента и мы сами с ним работать переговоры проводить заключать договор и так далее в этом случае но и максимум что мы там можем вам заплатить тысячу рублей может быть и то это у нас так виде такого кого-то там неформального вознаграждения совершенно другое дело когда вы научитесь на мастер-классе все делать по уму и нам передаете клиента с заключенным договором вы провели с ним работ потратили время свое естественно вы за это получаете полноценное вознаграждение поэтому если вы хотите с нами работать то вам нужно если вы уже оплачивали то их пробный из другого потока людмила просто нужно доплатить и прислать нам подтверждение оплаты тарифа пробный и доплаты до любого выбранного вами кстати вот я же говорю всегда вспоминаю если кто-то из вас хочет на тариф свой офис либо на три специальный но сейчас допустим нет всей суммы и вы не хотите чтобы к 23 ноября цена для вас выросла вы можете заморозить цену то есть еще раз повторю цена в любой момент может подрасти за этот месяц и даже если вы забронировали а цена подросла вам уже придется платить и по подросшей цене я не утверждаю что она обязательно подрастет но она может подрасти если вы не хотите переплачивать вы можете заморозить цену это относится только к тарифу свой офис и к тарифу специальный тарифу пробный не относится что 3 пробный оплачивается сразу весь целиком не такой дорогой нужно внести любую сумму но не менее 50 процентов от выбранного тарифа и в этом случае сколько бы он потом к началу мастер-класса скорее всего к началу мастер-класса цена поднимется если мы наберем больше 100 человек как правило мы начинающую цену завышать если цена поднимется и а вы заморозили цену то она для вас останется прежней для этого нужно просто заморозиться для этого нужно забронировать его дождаться звонка сотрудника соответственно это обсудить вот и все но не менее 50 процентов нужно внести вот таким образом дальше по вопросам пенсионеры просто объяснить по вопросам пенсии ждем спасибо смотрим как обычно судебный пристав должен смотреть в первую очередь не на сумму долга на возможности должника от того законной обязанности Еще раз повторю. Судебный пристав должен в первую очередь смотреть не на сумму долга, а на возможности должника. Если у человека пенсия, то естественно судебный пристав не разбирается, пенсия это или не пенсия. Он просто находит активные счета человека, не выясняя, пенсия это или не пенсия. Просто есть счет, на который поступают деньги. В банк выдается специальная команда и с этого счета просто снимается какая-то процентная часть. А пенсионеры или любой другой человек считают, что пристав арестовал пенсию. Он не обязан разбираться, что там у вас за деньги. Мы должны доказать приставу судебному, что у вас существует минимальный прожиточный минимум, гарантированный государством. Это раз. На этапе исполнительного производства мы сопровождаем своих клиентов для того, чтобы... Понимаете, очень часто бывает так, что при наличии даже каких-то... Вот смотри, вот этого мужчину взять, про которого я говорил, которому 300 тысяч вернули-то. У него исполнительное производство, и сейчас формация поменялась, сейчас судебные приставы, ну, в большей части нормальные, более или менее меняемая публика. К ним приходишь, и вот по нашим инструкциям даже можно договориться. Вот прямо вот даже вот прийти и договориться. Сказать, ну, да, пенсия, но давайте я вам буду платить тысячу судебному приставу. Это и будет исполнение решения суда. Но можно сделать по-другому. Мы пишем заявление в суд о предоставлении рассрочки. Мы пишем заявление самому судебному приставу о снижении вот этих взыскательных моментов. То есть это все рабочие ситуации, и с ними можно работать. Ни в коем случае нельзя это на самотек отпускать. И даже если совсем уже по-плохому, грубо скажем, это все равно выгоднее, нашим клиентам всегда лучше, чем было до нас. Всегда. Начнем с того, что вы спокойными становитесь, перестаете платить в банк последнее. Ну и даже если на этапе исполнительного производства все равно что-то приходится платить, это намного меньше, чем вы будете платить в банк. Ну и самое главное, это наша такая секретная консультация, да, секретная консультация. В принципе, вы платите, да, чуть-чуть, а потом мы взяли, попробовали, перестали платить. Посмотрите, как судебный пристав будет действовать. Никак, скорее всего, потому что ваше дело давным-давно в архиве. Если банк сам не придет, не потрепет судебного пристава, то, в принципе, можете потихоньку перестать платить вообще. Потому что банку очень неинтересно, я об этом буду завтра говорить, очень неинтересно вот эти копейки видеть на судном счете. Так, про пенсии я рассказал, очень много вижу вопросов. Безакцептное списание с пенсионной карты категорически незаконно. Да, вам этим термином манипулируют, но безакцептное списание актуально только в формате взаимодействия банка с юридическим лицом. Все студенты нашего мастер-класса, либо наши клиенты, ну, студенты, само собой, получают заявление о запрете безакцептного списания, очень грамотное заявление. А все наши клиенты тоже в формате обслуживания, тоже бесплатно, это стоимость входит, получают все необходимые заявления. Заявление в полицию, если там коллекторы надоедают, заявление о безакцептном списании, заявление в следственный комитет, прокуратуру, правильные, правильные, составленные. То есть мы вам помимо того, что ведем ваши дела, но есть такие моменты, когда мы не можем за вас кое-что сделать. То есть написать заявление в полицию мы за вас не можем, но мы можем вам помочь это сделать. И говорим, что если вы хотите о себе заявить, то пожалуйста, сделайте это правильно, а вот от нас документ, пожалуйста, просто заполните его. И то же самое безакцепное списание, пожалуйста, мы предъявляем, даем нашим клиентам, либо студентам, студентам они по умолчанию, эти шаблоны есть, а клиентам по запросу мы даем бесплатно, без каких-либо дополнительных платежей. У меня 8 кредитных договоров, 5 из них уже у пристава, брал в штамм году, платил менее полгода, я склоняюсь либо к выкупу через третий клиент, либо банкротство, ваше мнение. Ну банкротство дороговато будет, стоите, это раз, во-вторых, какое банкротство, если у вас уже судебные разбирательства прошли и дела у пристава, исполнительное производство, там о банкротстве вещи быть не может, а вот выкупу через третий клиент, будьте очень внимательны, будьте очень аккуратны. Часто я видел клиентов, которые выкупая свои долги через третий клиент, через месяц сталкивались еще с одним покупателем их же долга, или даже с несколькими. То есть сам выкупил долг, и еще кто-то его выкупил, и получается тот, кто его выкупил, начинает телевидить. То, что я вам, друзья, предлагаю, на мой взгляд сейчас актуальнее, чем банкротство и что-то еще. Какая разница, сколько не платить, я вот так говорю. Если я перестану платить по кредитной карте, могут Сбербанк скисать за должностную карту, на которую идет пенсия. Они могут делать все, что угодно. Поверьте. Можно перевести пенсию на почту. Очень многие наши клиенты, вот это одна из наших услуг, когда мы консультируем. Понятное дело, если вы не платите, если вы должны долг у вас перед Сбербанком, естественно, они, видя ваши деньги, могут их в безакцепном порядке списывать. Это незаконно, да. Но попробую их это самое потом вернуть. Поэтому лучше их обезопасить таким образом. Либо перевести на почту. Но если это, конечно, вы Сбербанке должны. Если долг в другом банке, никому не верьте. У них нет таких инструментов, чтобы они могли добраться до чужих ваших счетов. То есть, если вы должны, не знаю, в русском стандарте, а пенсию получаете в Сбербанке, то русский стандарт не сможет вашу пенсию украсть никаким образом. Понимаете, если кредит с поручителем, то, в принципе, такая же работа. То же самое, так же, это работа с поручителем. Попробуйте в нашей стране с физик обзыскать, если физик знает, как защищаться, физическая лица. Ну, в Сбербанке, то переведите пенсию на почту. Очень многие пенсионеры так делают, наши клиенты перевели пенсию на почту, получаете на почту. Ну, либо напишите заявление в пенсионный фонд, чтобы откроете счет в каком-нибудь другом банке, что касается тех людей, кому интересно, кому интересно, ну, не могут жить без банковских продуктов, без пластиковых карт. Если вы хотите, то нужно заводить счета где-нибудь в таких неизвестных банках, в региональных маленьких банках. У них такие же условия везде, как правило, но, видите ли, у судебного пристава нет такой кнопки специальной, которая как метла будет проверять все банки по голову. У них есть там топ-10-15 банков, самых основных, они у них закидывают запросы о наличии счетов. Если вы там в каком-нибудь БАК Трух Энергомуж, там в каком-нибудь банке открыли счет, то, скорее всего, у судебного пристава там, ну, куда он вернует спрашивать. Вот, поэтому, да, ну, мы живем в стране беспредела, да, ну, попытайтесь, по-моему, максимуму, вот, ребёнок, констатирую, да, банки беспредела, Сбербанки беспредела, везде беспредела, но гораздо проще, ну, скажем так, соломинку подстелить, зная, куда упадете. Что значит, если пенсионеры на лиц детства не работают, как доказать, что есть прожиточный минимум? Что значит? Да, прожиточный минимум – это сумма, гарантированная государством. То есть в нашей стране по закону человека никто не имеет права оставить без прожиточного минимума. Если он у него и есть, у него его забрать никто и не может. В этом просто сообщается судебному приставу в виде напоминания. Вот и всё. Что значит? Доказывать это не нужно, это государством гарантированное прожиточное минимум. Никому это ничего, это конституция. А МФО могут забрать с пенсионной инвалидной карты? Поймите одну простую вещь. Ни МФО, ни банк, никто, ни дядя Вася, сларикас соседнего, не может у вас ничего самовольно забрать. Лишить гражданина имущество может только судебный пристав на основании решения суда. Так и никак иначе. Даже у вас, если залоговый кредит, автокредит, ипотека не забирает банку, это просто так звучит. На самом деле решение принимается в суде, и только суд может взять и человека лишить какой-либо собственности. Вот и всё. К собственности, кстати, и деньги относятся. Почему я и утверждаю, что это незаконно, когда банк по умолчанию списывает зарплаты с пенсии без решения суда. Это незаконно, он лишает вас вашего имущества. Вот и всё. Ну что, друзья, давайте на сегодня заканчивать. Думаю, два часа с хвостиком, получилось два часа почти три. Итак, быстренько пробегаемся по мастер-классу и по юрзащите. Значит, по юрзащите www.alliam.ru Наш сайт, можете заявочку оставить. Сейчас я вам здесь это всё выдам. Сейчас ссылочки вам отправлю в чате. Вот, ну, можете в группу ВКонтакте в нашу зайти. Тоже. www.alliam.ru По середине, значит, две буквы «Л», в конце «М» Михаил. Вот. Я вам отправляю сейчас. Вот, видите. Сейчас пока не строчите в чат, пускай люди увидят ссылку на наш сайт. Там, значит, как устроена работа нашей компании. Цены там также озвучены. И, значит, далее по, значит, по мастер-классу. Кому, кто не может, не хочет, не знает, пока что-то там не уверен, нажмите забронировать. Только, пожалуйста, введите корректную информацию о себе. Проверьте почту, там будет, придёт вам информация в ближайшее время. С каких телефонов вам будут звонить. Пожалуйста, берите трубку. Ребят, берите трубку. Если вы не берёте трубку, то вам на почту придёт информация, что вам звонили. Если вы хотите под юридическую защиту встать, на сайт, были на сегодняшнем вебинаре, можете прямо на почту написать, что я вам отправлю. 946, она простая, 7836-собакамейл.ру 946-7836-собакамейл.ру Пишите, был на вебинаре у Дмитрия, была на вебинаре у Дмитрия, я хочу стать под юридическую защиту. Свой телефон оставляйте, естественно. Вам перезванивают. Напишите, в каком городе живёте, чтобы наши сотрудники не звонили вам. Разница часовых поясов учитывайте. Потому что мы по московскому времени работаем. В понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. С 9 до 18 мы работаем. Вот в этот промежуток мы и звонили. В субботу, воскресенье мы не работаем. Значит, это всё, что касается тех, кто ждут звонков, и по какой-то причине не дождались, мы обязательно перезвоним. Если вам не перезвонили, не стесняйтесь написать на почту, что вы оставляли заявку, вам не перезвонили. Всё может быть. Вы не взяли трубку, вы недоступны были. Всякое бывает. В метро ехали, были не зоны доступа. И думаете, что мы не созвонились. Так часто очень бывает, что человек думает, что его забыли, а на самом деле он просто либо трубку не брал, боится коллекторов, либо просто был недоступен по какой-то причине, либо вообще банально трубку где-то не оставил и не смог принять звонок. Поэтому оставляйте корректную информацию. Если вам нужно, ждите. Мы с вами обязательно свяжемся. Завтра у нас ещё один день, приходите. Ссылка уже другая придёт вам на почту, проверяйте. Я вас призываю не сидеть на месте, вставайте под юридическую защиту, записывайтесь на мастер-класс. Мастер-класс – это вообще супер круто. Ну, не знаю, кто-то, может быть, вам в жизни какие-то более крутые предложения выдавал. Но я считаю, что это действительно решение многих-многих проблем. Мастер-класс – это, во-первых, избавление вот этой бремени кредитного и реальные очевидные перспективы нормальной жизни. То есть не нужно думать о том, как бы взять ещё кредит. Вы заработаете. Во всяком случае, те ребят, студенты, которые работают с нами, они и знать не хотят ни о каких банках, о кредитах. Им давайте, сейчас будут этот кредит под любые проценты, они не возьмут. Нет офисов в городе Уфа у нас нет. У вас есть огромные шансы быть нашим представителем. Но я хочу, скажем так, людей, кто думает, что вот, ой, офисов много там и всё остальное. Ребята, у нас нет конкуренции. У нас есть неумение предложить наши услуги. Вот очень много офисов юристов в стране. Очень много. А клиентов такого количества нет у людей. Потому что не знают, как предложить, не умеют. Мы вас научим, не беспокойтесь. Если вы будете делать то, что мы вам будем рассказывать на мастер-классе, вы будете зарабатывать. У нас там и написано в презентации. Читали, да? То, что вы сможете зарабатывать те деньги, о которых я вам говорю. То есть вы спокойно, презентация, да, тарифа свой офис, приведение к стабильному заработку от 80 тысяч. Хотите верить, хотите нет. Если вы будете делать то, что я вам буду рассказывать, вы эти деньги первые же месяцы заработаете. А то и быстрее. У нас некоторые на этапе уже на мастер-классе. Только-то их специально, только аккредитовались, у них уже очередь стоит. Только их, как партнеров зафиксировали. Они сразу 3-5 клиентов нам закидывают сразу же. То есть у них очередь стоит уже, ждут когда-когда. Такое часто очень бывает. Поэтому, нет, в Крыму у нас вообще ничего нет. В Севастополе, тем более. В общем, короче говоря, ребят, принимайте решения. Жду вас всех завтра. Приводите друзей, знакомых, близких. Тех, кому хотите помочь. Либо, может, думаете, что они заинтересуются в предложениях наших. Кто хочет оплатить, оплачивайте. Сегодня же, что значит, где посмотреть мастер-класс. Презентация под кнопкой. Смотрите, Андрей, под моим видео есть кнопочка. Забираю скидку. Сейчас пока еще активно. 53 минуты вы сможете по скидке еще купить. Нажмите и посмотрите презентацию мастер-класса. Я не рассказывал. Завтра буду продолжать рассказывать. О юридической защите буду рассказывать. Много о чем буду рассказывать завтра. Ну, так что, я желаю всем успехов, удачи. Вам, вашим близким. Здоровья, счастья, финансового благополучия. На связи был предмецор Дмитрий. Академия юридической грамотности. Центр юридической защиты. Компания АЛЯМ. До завтра, друзья. Смотрите почту, там будет ссылочка на очередное наше заседание. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok